Ярость, повышая его силу, пока его когти не загорелись убийственным красным светом, что, казалось, разрывал ткань, как и заполнял разум королевы бормочущими гневными голосами при каждом взмахе. Колония парализованно наблюдала за тем, как королева силилась отбиться от могучего существа, а Галгари, испытав перемену их удачи, прекратили отступление и ждали, чтобы увидеть, что будет. Глава 684. Осада, часть 30. Хранитель рощи был неоправданно силен. Как именно они рождались, Легион не мог точно сказать. Они не были монстрами, как таковыми, никто из Бруанчей не был. Они не порождались подземельем и, в отличие от муравьев, они не создавались монстром-родителем в традиционном смысле. Вот почему Легион не имел ничего против самого древесного народа, а скорее против их убийственного навязчивого родителя. Естественно, Бруанчей не желали сидеть и позволять Легиону уничтожать источник всей их расы, поэтому возник конфликт. За десятилетия битв Легион извлек много уроков. Одним из самых важных был про то, что хранители рощи неоправданно сильны. Гигантское древесное существо ударило одним тяжелым древесным кулаком из-за головы, из-за которого рухнул бы дом, однако Титус не испугался. Идеально рассчитывая время работы ног, он рванул в сторону, прежде чем развернуться и еще раз рвануть, на этот раз вперед, подняв для атаки топор. Хранитель двигался с обманчивыми скоростью и грациозностью, отведя левую ногу назад и повернув свое тело, чтобы замахнуться в широкой дуге левой рукой, дабы поймать командира до исполнения им удара. Не прерываясь, Титус опустил топор вниз, используя огромную силу его запястья, чтобы развернуть лезвие в сторону, где оно столкнулось с атакующей рукой, выпустив ударную волну, сотрясшую камень вокруг него. Хааа пророкотало дерево невозможно глубоким голосом. Ты сильный. Титус вернул равновесие, его глаза вмиг все впитали. Удар был плохим, без полного веса его навыков или силы в нем. И даже так он вырезал глубокую рану в коре своего противника, из которой вытекал густой золотой сок. Командир сделал глубокий вдох, впитывая окружающую его ману в свое тело и отправляя ее в бурном темпе циркулировать по его каналам маны. Будто бы вспомнив жажду, которая была давно забыта, неважно, сколько маны вливалось в его тело, оно хотело все больше. Проблема была не в количестве, а качестве. Как только тело становится привыкшим к мане более глубокого слоя рассеянного окружения, расположенного так высоко, никогда не будет достаточно, чтобы действительно наполнить его. Тем не менее ему приходилось довольствоваться тем, что было. Он с осторожностью приблизился к дереву, не желая быть застигнутым врасплох. От вздрагивания запястьем его топор загорелся красным светом, могучая аура стала исходить от лезвия. Вмиг лозы и растительность вокруг его ног вылетели из стен, тысяча зубцов тянулись к его плоти и пытались обвернуть его доспехи. Хах! С могучим ревом энергия вырвалась из тела Титуса, и лозы превратились в пепел прежде, чем смогли достичь его. От вида сжигаемой зеленой растительности в глазах хранителя рощи впервые вспыхнул гнев, и он прекратил идти вперед. Его тело внезапно осветилось тысячами рун и засияло зеленой энергией. Это место заняла древо-мать. Проревел гигант, дернув вперед обеими руками. Волна энергии извергнулась из хранителя, и растительность вокруг него сошла с ума, пока она упивалась излучаемой им силой и резко разрасталась. Вокруг Титуса за секунды поднялись искаженные фигуры цветов, полных клыкастых челюстей, и лоз широких, как человек с зубцами, изливающимися опасным оранжевым ядом, однако он не отступил. Он сделал глубокий вдох и влил свою энергию в удерживаемый им топор, прежде чем замахнуться им вокруг широкой дугой. Волна силы вырвалась из края лезвия, что уничтожило растительность в радиусе 10 метров с центром в виде легионера в доспехах. Хранитель издал низкий рык и снова зашагал вперед, занося руку назад в могучем ударе. Лицо Титуса ничего не выражало, по-прежнему будучи вырезанными железными линиями, как и всегда, и он наблюдал за приближающейся атакой, прежде чем снова переместить свою ногу и приготовиться к ее перехвату. Демон, запечатанный внутри его оружия, радостно взвыл, пока Титус снова производил замах, вкладывая вес своих доспехов в удар, и захрипел от удовольствия, ощущая, как оружие совершило глубокий укус. И все же хранители рощи были известны за свою сильную регенерацию, и Титус знал, ему потребуется слишком много времени, чтобы уничтожить этого бруанчи, дабы помешать его легионерам пасть от рук других. Вместо этого он тянул время и надеялся, что битва внутри улья пройдет хорошо для его людей. В решительности он снова поднял свой топор и ждал следующего шага. Внутри комнаты откладывания яиц королева застряла в битве за свою жизнь. Разъяренный медведь, пусть менее крупный, чем королева в ее боевой форме, тем не менее был значительно сильнее, мощь его гнева доводила его силу до невероятных высот. В то время как гигантский муравей постоянно защищался, не желая совершать каких-либо укусов, что нанесут значительный урон ее противнику, Сара не сдерживалась, атакуя в бесконечной, бездумной череде, что не заканчивалось. Королева знала, что это не могло продолжаться вечно, она не так много места могла уступить, она не так долго могла затягивать битву, прежде чем время ее большой формы иссякнет и она вернется к своему обычному размеру. Без бонусных характеристик, получаемых от вытягивания сил из ее детей, она быстро проиграет медведю. Что бы ты не хотела сделать, королева, тебе нужно делать это скорее, предупредила ее брендант неподалеку. Мы не будем сидеть и наблюдать, как она уничтожает тебя, будь она друг колонии или нет. Должно быть что-то, что мы можем сделать, дабы она услышала нас оспорила королева. Разве прежде вы не делали этого много раз? Делали, но она никогда не заходила так далеко, чтобы атаковать нас. Именно этого она и боялась, однако мы не могли убедить ее надолго уйти из битвы. Солдат с искренней горечью покачал своей головой. Сара была верной подругой муравьев и много раз во время этого вторжения пролила кровь. Без нее голгорибы нанесли гораздо больше вреда и продвигались гораздо быстрее. Ей было больно видеть медведя, потерявшегося в безумии, которого тот так долго боялся. Но даже так она ожесточила свое сердце. Не было жизни, возможно за исключением старейшего, которую она поставит выше королевы. Найдите мага. Потребовала королева. Соедините мой разум с ее. Дайте мне попытаться привести ее в чувство. Адвант не нужно было ничего говорить. Вечно готовым исполнить приказы своей матери маленькой команде магов, прыгнувшим вперед, чтобы сплести необходимую связь разума. Через несколько секунд соединение было применено и королева могла ощутить, как ее мысли оказались перед мыслями той, что однажды была человеком, Сарой. Сара позвала она. Тебе нет нужды сражаться. Обезумевший медведь не отреагировал, не замедлил свой натиск. Дикие взмахи этих смертельных когтей проносились по воздуху и угрожали разорвать королеву на части, если та не будет уклоняться. Мы тебе не навредим, снова заговорила мать колонии. Нет нужды для тебя принимать свой гнев. Она высматривала в медведя перед собою любые признаки осознания, любые намеки на личность внутри, но ничего не видела. Ничего не указывало на то, что она что-то слышала. Это было тяжело. В отличие от навязчивого дитя, у королевы не было мастерства владения магией разума, необходимой для проецирования ее разума в сознании другого существа. Все, что у нее было, лишь слова. Слова и поступки. Вместо того, чтобы отступить, вместо того, чтобы попытаться отражать яростные когти, пытавшиеся окончить ее жизнь, королева сделала немыслимое. Она бросилась вперед. Она не укусила, или уклонилась, или защитилась как-либо. Вместо того, она опустила свои антенны к голове медведя и позволила своей магии исцеления течь через них, пока эти ужасные когти вонзались в нее. Мама в ужасе закричала брендант. В атаку приказала она. Идите туда и спасите королеву. Все уже хорошо королева не обращала внимания на свои растущие ранения, пока пыталась дотянуться до наполненной яростью души перед собой. Ты в безопасности, ты под защитой, ты хорошо постаралась. Муравья рванули вперед, чтобы защитить сердце своей семьи, однако расстояние, которое они сохраняли из уважения к пожеланиям королевы, стоили им драгоценных секунд. Снова и снова могучий медведь бил своими лапами и щелкал пастью, пока панцирь королевы не покрылся трещинами и не разрывался. Все это время королева продолжала вливать свою магию исцеления в существо перед собой и повторяла одни и те же слова похвалы. И пока брендант спешила вперед, чтобы атаковать медведя и продать свою жизнь ради защиты королевы, она была шокирована обнаружить, что Сара замедляется. Ее взмахи становились менее ранящими, с более долгими паузами между ними, и смертельная аура уходила из ее когтей. Колония единым порывом замедлила набег, пока не остановилась, в то время как королева продолжала успокаивать медведя, чей бесконечный рев наконец начал затихать, уменьшаясь, пока не превратился в нытье. Королева была утомлена и на грани падения, однако она с радостью наблюдала за возвращающимся светом в глазах той, что помогала спасать ее детей. Ты в безопасности, сказала она, ты под защитой, ты дома. Глава 685 Осада финал Во имя Гэндольфа, я устал. Бам! Прекращайте, черт побери, бить меня. Гибельный укус Прямо как и при каждой моей активации навыков, команда легионеров с тяжелыми щитами прыгнула вперед, задействуя кучу способностей и прижимаясь друг к другу. Хруст Несмотря на то, что мои мандибулы глубоко вонзаются в металлические пластины, которые эти мышцеголовые зовут щитами, у меня в который раз уже не получается пронзить их насквозь и нанести настоящий урон. Тупые консервные банки Жрите значит кислоту. Я низко опустил грудь и поднял свое брюшко, чтобы иметь возможность залить для команды передо мной полное лицо обжигающего сока, прежде чем вернуть свою позицию в строю. Муравьи слева и справа полагаются на меня в защите их флангов, и если я отойду слишком далеко или немного отступлю, то подвергну их лишней опасности, что происходило малость слишком часто в течение этой битвы. Нужно исцеление? Ощутил я запах феромонов от назначенной мне подруги-целительницы позади. Ты уже восстановилась? Я немного шокирован. Неа. Но я нашла другого целителя, что может наполнить тебя, если необходимо. Я нахожу это немного подозрительным, что способный и кажущийся высокоуровневым целитель оказался размещенным в строю позади меня. И теперь, когда повсюду необходимы целители, она каким-то чудом имеет еще одного представителя своей касты, ожидающего в запасе. Я абсолютно в порядке, солгал я. Пусть она направит исцеление туда, где оно необходимо. Я почти могу услышать пожимание антеннами позади себя, и маленький муравей скрылся обратно под землю, пока сражение продолжается. Еще несколько обменов ударами, и я увидел, как тени справа от меня отлетел, получив удары в грудь. Залп огненных шаров и выпущенных стрел поразили его прямо в грудные пластины, сбив с ног. Большой обезьян взвыл от ярости, однако он так измотан, что больше не может стоять на ногах и опрокидывается, вызвав разбегание членов колонии под его ногами. Инвидия. Приниз. Убедитесь, что тени в целости выберется отсюда. Отчаянно желая создать отвлечение, я еще раз рванул вперед в ряды легиона, отталкивая их назад своим телом. Только в данном случае я не поспешил отступить, вместо этого снова бросившись вперед, смыкая свои мандибулы со всеми имеющимися у меня силами и обстреливая всех, кого вижу, стрелами гравитации. Просто чудо, что тени продержался так долго, он не так уж приспособлен для испытаний выносливости. Без защищающих его доспехов я бы давным-давно приказал ему уйти из битвы. Если я на самом деле проживу достаточно долго, то найду кузнецанту и лично поблагодарю этого маленького гения. Надо будет узнать, не сможет ли она найти какие-либо прозрачные материалы к моменту, когда мне самому понадобятся доспехи. Я не могу по какой-либо причине скрывать свой великолепный панцирь. Бам. Хотя мне, вероятно, сейчас пригодилось бы немного дополнительной защиты. Силы легиона быстро извлекли выгоду из моего плохого месторасположения и обошли меня по бокам быстрее, чем вибрант завтракает. Мои чувства обостряются до наилучшей остроты, пока мои антенны, рефлексы и мышцы двигаются в идеальной синхронности, отражая и уклоняясь от каждого возможного удара, и развлекая другие столкновения с моим панцирем. Драгоценный алмазный панцирь снова спас мои ляжки. По правде говоря, легионеры двигаются немного медленнее, определенно им не достает обычной прыти. Битва долго длится, от постоянных усилий устали как муравьи, так и эти неудержимые людишки. Попытка пробиться через десятки тысяч монстров-муравьев заберет у вас все силы, вне зависимости от того, кто вы. Хотя выпускаемые мною области стрелы, возможно, особо и не влияют, я уверен, что от них прямо сейчас я остаюсь живым, пока солдаты, нацеливающиеся на мою жизнь, обнаруживают небольшие трудности для движениями взмахами своим оружием. Хруст. 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 Я отчаянно мечусь, и рад видеть, что мое отвлечение сделало свою работу. Шанс одержать победу над неописуемо привлекательным муравьем, которым я являюсь, приманила легион от области, где упал Тинни, и колония поспешила бросить большую численность для поддержки линии, пока Кренис утаскивает своего товарища-питомца, в то время как Инвидия исцеляет его от любой непосредственной опасности. Отличная работа, крикнул я им. Как только Тинни будет в безопасности, пожалуйста, придите и спасите меня, хозяин. Кренис после этого довольно сильно меня отругает. Возможно, смерть является ответом. Нет, не думай так, нужно выжить. Виктория из-за линии фронта наблюдала, как старейший бросился вперед, где его быстро окружили. Потеря огромного стража обезьяны остро ощущалась в рядах, однако у колонии не было выбора, кроме как продолжать отбиваться. Бегом направляйтесь туда и бейтесь, приказала она каждому муравью в запасе. Следуйте за старейшим и сражайтесь за колонию. За колонию, ответили ревом муравьи, лишь недавно исцеленные от своих ранений снова бросались в бой. Не желая оставаться позади, Виктория сама побежала вперед, чтобы присоединиться к противостоянию. Какая разница, если она здесь падет? После этого нет никаких больше планов или стратегий, нуждающихся в ее внимании. Либо они выстоят здесь, либо погибнут. Ощутив отчаянную энергию в эти финальные мгновения, люди-союзники присоединились к набирающимся муравьям, пока темчали вперед в последнем наплыве силы. Все это время старейший буйствовал посреди строя легиона, толкаясь своим весом и поглощая абсурдное количество урона, пока желал нарушить боевой порядок врага. Прорываемся. Проревела Виктория, бросаясь вперед. Ее мандибулы смыкались, пока она набрасывалась своим телом на солдата перед ней, нарушая их строй, в то время как следующая волна бежала через нее, чтобы снова столкнуться с врагом. Каждый доступный муравей присоединился к наступлению и по всей линии фронта повторялась сцена сталкивающихся с щитами и мечами легиона свежих отрядов. Солдаты, разведчики, маги, целители, каждый присутствующий на поле боя муравей присоединился к финальному наступлению в надежде наконец прорваться. Враг быстро осознал, что происходит, и удвоил свои усилия, сражаясь с сплоченным отрядом для отражения атаки прибывающих муравьев. Битва достигла своего апогея. Ни одна сторона не желала отступать и через три скорых минуты Виктория засвидетельствовала сотни актов самоотверженной храбрости, умений и пожертвований с обеих сторон. Посреди всего этого ярко горел алмазный муравей, будто пламя свечи, что стремится погаснуть. Неважно, как напирали муравьи или как много они территории получили, старейший оставался вне области досягаемости. Будто бы физически связанный с самой колонией, каждый раз, как Виктория продвигалась вперед вместе со своими сестрами, старейший также шел дальше в море отрядов легиона. Не способные добраться до своего прародителя, первого из их вида и самого самоотверженного защитника, муравьи колонии становились лишь более обезумевшими, мча вперед на строй врага снова и снова, чтобы оттолкнуть их назад и не обращая никакого внимания на свои раны. Виктория могла видеть, как разыгрывается стратегия легиона. Они желали впитать наступление, отдать территорию и позволить духу колонии рухнуть вместе с их атакой. В этот момент они попытаются стариться и вернуть боль в контратаке, что разобьет строй муравьев и наконец откроет путь к улью. Даже зная это, Виктория ничего не могла поделать. Все, что они могли делать, это следовать по стопам своего прародителя, первого из их вида, и мчаться на клинки врага. Вдохновившись своими союзниками людьми, что ревели и кричали, пока поднимали свои трясущиеся руки и бежали на шатких ногах, колония обрушила свою истинную ярость на легион. В одно мгновение, в одно яркое мгновение, Виктория подумала, что они прорвутся. Старейший был неудержим, и неважно, как они старались, легионеры не могли одержать над ним вверх. Куда бы он ни шел, строй легиона поддавался и рушился, открывая бреши, которые в течение секунд заполняли сотни гигантских муравьев, пока они кусали и кромсали все, что было необходимо для достижения их спасителя. Пройдя так далеко, и вызвав так много расколов, Виктория увидела строй на грани обрушения, и ощутила, как надежда поднимается из глубин ее ядра. Но, будто иллюзия, она потрескалась и распалась, бреши сомкнулись перед ее глазами и стена щитов восстановилась, а наступление муравьев наконец было остановлено. Мгновение спустя она увидела, почему старейший упал в одну из его ног, в итоге попали и она была отрезана на сочленение, и он с набранной им скоростью рухнул на землю. Всего за несколько мгновений легионеры обрушились на лежащую фигуру самого сильного муравья, и Виктория ничего не могла с этим поделать. И именно в этот момент она пришла. Приливная волна маны, которая, будто крик, пронзила тоннель. Вены подземелья, пронизывающие камень, будто бы стали пульсировать и извиваться, пока стены начинали изменяться, в то время как монстры внутри принимали свою форму, вскоре будучи созданными и готовыми выскочить наружу. Обе стороны вмиг остановились, и Виктория почти что могла ругнуться, пока радость разрасталась внутри нее. Сейчас. Волна пришла сейчас. Десятью минутами ранее ей бы не пришлось терпеть этот безумный спешки к катастрофе. Легион без всяких слов отстранился и пошел быстрым шагом. Их усталость демонстрировалась в редких проявлениях, пока они покидали поле битвы, забирая раненых с собой. Спустя секунду Виктория поспешила вперед, чтобы помочь старейшему, и гигантский муравей вскоре был поднят на спины нескольких сильных солдат, чтобы его можно было перенести обратно в улей. Вот так просто, вторил собственным мыслям Виктории старейший. Они взяли и просто ушли. Никто долгое время не отвечал, пока мана продолжала собираться вокруг них, заполняя воздух опьяняющим уровнем энергии. Затем старейший начал смеяться, и в запахе, и в мыслях, пока мана разума изливалась из него в каждого муравья и человека в области досягаемости. Как будто посреди них разразился бурлящий источник облегчения и радости, и никто не осмеливался заговорить, чтобы не потревожить и не остановить его. Так что старейшего молча понесли обратно в улей, пока тот радостно смеялся на всем пути. Глава 686. Колокол звонит по вам. Титус с облегчением обнаружил, что Маррелию возвратили менее, чем час спустя после отступления легиона из битвы. В тот момент, как произошел прилив Маны, Титус отстранился в его сражении с Хранителем, и Бруанчи отошли в сторону. Целью древесного народа было свести усилия легиона на нет, и их миссия была выполнена. Хранитель был любезным, но листья не были, шелестя с очевидным счастьем от вида проваливших свое поручение врагов. Титусу было все равно, включая подкрепление, в этом деле были потеряны сотни хороших легионеров, и даже возвращение в целости его единственного ребенка не могло полностью заглушить мрачное чувство в его груди. Легионеры постоянно сражаются с монстрами и погибают. Он знал, что это всего лишь реальность мира, однако он никогда не мог избавиться от боли смерти его солдат под его командованием. Его жена просто сказала бы, что ему не хватает зрелости, однако она больше подходила для руководства, чем он. В конце концов, к этому моменту она была ответственной за весь «черт побери, легион». Маррелия сказал он, обняв свою дочь, когда та приблизилась к нему. «Рад видеть, что ты в порядке». Ее обратно к концу туннеля, ведущему в сторону гнезда, сопроводила группа людей, ведомых и не трутер. Титус к этому моменту отозвал все свои отряды и оставался в ожидании возвращения наиболее далеко ушедших групп. Он отстранился от своей дочери, чтобы иметь возможность взглянуть ей в лицо, и увидел на нем смешанные эмоции – счастье, стыд, вина. Вне всяких сомнений она винила себя за потерю контроля над навыками берсерка посреди битвы, что привело к захвату ее в плен. Она была такой многообещающей, если она извлечет уроки из своих ошибок, то довольно скоро станет командиром. Он потянулся и положил руку ей на голову. «Твоя мать будет рада снова тебя увидеть». Если бы ты погибла как раз перед окончанием ее срока, то боюсь она бы обрушила железную гору на свою собственную голову. Это была плохая попытка пошутить, и, чем больше Титус думал об этом, тем более реалистичным казался подобный сценарий. Увидев изменение выражения лица своего отца от шуточного до имеющего мрачное осознание, Маррелия рассмеялась, и узел внутри слегка ослаб с высвобождением напряжения. Она предала легион, однако верила, что так было правильно. Если повезет, они никогда не вернутся, и колония будет мирной и сотрудничающей со всеми, с кем встретиться. А раз так, она никогда не будет слишком сильно жалеть о предпринятом ею здесь решении. «Надеюсь, ты и твои люди смогут безопасно отступить до того, как безумие здесь станет слишком большим», — сказала Эннет. Затем она нахмурилась. «А еще я надеюсь, что вы никогда не вернетесь». В этом было больше милости, чем он мог бы ожидать от противников, с которыми вел сражение менее часа назад. «Благодарю тебя за твои слова», — кивнул Титус. «Я не знаю, куда легион пошлет нас далее. С этой новой, так быстро пришедшей после прошлой, волной, проблемы будут на всей Пангере. Мы защищаем множество отдаленных обществ от подземелья, и наши ряды растянуты. Я знаю, что вы защищаете нуждающихся, и это ценится по всему миру» — выпалила Эннет. «Если бы только вы посвящали себя этому, вместо того, чтобы приходить сюда и пытаться убивать тех, кого нет нужды убивать. Я потеряла многих хороших ребят, как и вы». «Командир мог лишь покачать головой». «Эти две задачи являются одним и тем же». «Мы пришли, чтобы защитить народы от того, чем станут эти монстры. Надеюсь, вы осознаете свою ошибку до того, как станет слишком поздно». Не имея более ничего, что сказать друг другу, две стороны разошлись, и Титус вернулся назад, чтобы руководить своими отрядами, подсчитывать потери, убедиться, что о раненых позаботились, и организовать логистику. От него требовалось как можно скорее привести его легион ко вратам, и он был решительно настроен, чтобы никто не остался позади. Спустя еще два часа каждая голова была подсчитана, и легион начал свой марш. Они были уставшими и измотанными, однако никто не жаловался. Лучше тяжелый отрезок пути сейчас, за которым последует отдых, чем нескончаемая битва с монстрами, что уже начали появляться из стен. Инет вздохнула, наблюдая, как они уходят, прежде чем развернуться, чтобы пойти обратно по туннелю в улей. Муравьи уже суетились над достатками их некогда грациозного туннеля, стараясь переустановить их оборону до того, как волна ударит со всей силой. Просто поразительно, сколько вреда могут нанести хорошие люди с плохими идеями, подумала она. Хотя Титус вне всяких сомнений сказал бы то же самое о ней. Не желая особо вариться в этих мыслях, вместо этого она обернула свой разум к тому, что ей нужно будет сделать далее, и список быстро возрастал. В первую очередь ей нужно будет связаться с семьями павших. Незавидная работа, но неизбежная. Она могла припомнить много случаев, когда ее муж брался за эту обязанность, информируя любимых тех, кто не вернулся с похода. Она расправив в плечи и нет ускорила шаг. Была работа, которую нужно сделать. Когда высший клинок Бальта очнулся, он инстинктивно знал, что они проиграли. Что он проиграл не только дуэль, но и экспедицию, его и его дома репутацию. Когда пришло подтверждение от связующего с легионом бездны, что перерожденный все же выжил, Бальта знал, что ему конец. Репутация, которую он поставил на кон, одолжение, к которым он призвал, все зазря. Хуже, чем зазря. Волна не прикончит муравьев, как надеялись некоторые из его советников, в этом он был уверен. На самом деле он презирал тех, кто был готов так думать. Муравьи были сильнее, гораздо сильнее, чем он ожидал, и тысячи голгари были потеряны в туннелях. По его возвращению в империю без чести этой неудачи много лет будет преследовать дом Бальта. Он был так расстроен, что мог взорваться. Полной злобы и горечи, он едва обращал внимание на меньших аристократов, организовывающих свое спешное отступление обратно к ближайшим вратам. Им потребуется усердно идти, и даже так они не успеют добраться прежде, чем начнут появляться монстры. Однако их ждало еще больше трудностей. Когда они наконец пришли в движение, экспедиция голгари являла собой молчаливую и угрюмую колонну воинов и формирователей, каждым потерявшимся в своих мыслях. Так себя вели побежденные. Колония внутри Ульяни на мгновение не прерывалась на отдых. Совет начал действовать, только чтобы обнаружить, что члены их различных каст уже погрузились в работу. Резчики были повсюду в туннелях, работая над вратами, формируя камень и металл с помощью солдат, что занимались поднятием тяжестей, многие из которых были ранеными. Целители отчаянно работали, стараясь в кратчайшие сроки заняться как можно большим количеством пострадавших. Если муравей был на 80% исцелен, то его отправляли в Освояси, биомасса, время и их собственная регенерация позаботиться об остальном. Крупно раненые члены колонии переполняли области для длительного пребывания внутри Улья, а туннели использовались как зоны оказания неотложной помощи. Колония многих потеряла во время этого конфликта. Окончательное число, когда оно наконец было подсчитано, было большим. Больше 10 тысяч членов семьи пало в сражении. К счастью, королевы не прекращали производство яиц во время осады, и общая численность колонии особо не изменилась. Но даже так, пало много отличных муравьев, и их оплакивали. Колония горевала единственным возможным для них способом, работая. Глава 687. Что потеряно, что приобретено. Ноги я довольно быстро отращу. Трещины и повреждения панциряжи займут гораздо больше времени, особенно учитывая, что у меня полностью кончилось топливо в моей регенитативной железе. Хотя внутреннее покрытие помогает, и довольно скоро оглянуться не успеете, я вернусь на ноги и буду работать вместе со своими сестрами. Но я не хочу. Я устал, черт побери. И часа не прошло, как легион ушел, а у меня по-прежнему нет полного набора ног. Не парьте меня. Пожалуйста. Где смотрители обязательного отдыха? У меня тут для них есть чрезвычайная ситуация. А вообще, думаю, я заприметил одну вон там, что она делает. Таскает камушки. Блин. Полагаю, в такие тяжелые времена, даже самые строгие из правил должны быть немного распущены. Пока я не получу все свои ноги назад, мне не сдвинуться, и я буду сидеть посреди комнаты за вратами, пока вокруг меня кипит работа. По крайней мере, я могу послушать различные приходящие отчеты. Комнаты выводка были защищены, хотя, по-видимому, было довольно трудно отбиться от Галгари. Могу лишь посочувствовать солдатам и разведчикам, которым пришлось туда идти. Пытаться сражаться посреди выводка, не роня его. Сценарий для кошмара. Несколько кладок яиц были полностью уничтожены, как и множество личинок. Пусть даже полученный вред ограничился лишь несколькими комнатами, потери можно рассчитывать в тысячу. В конце концов яйца плотно укладываются, в каждой комнате их сотни. Сама мысль понесенных следующим поколением потерь заставляет мою кровь вскипеть, и, я уверен, каждый муравей в колонии чувствует то же самое. Если бы не волна, я весьма уверен, была бы отправлена команда, чтобы преследовать и прикончить каменных людей. Я бы пошел. Стоит лишь подумать об очаровательных личинках, которым никогда не суждено достичь зрелости. Интересно, позволит ли колония уйти мне на покой, чтобы я мог стать щекотателем личинок на полную ставку? Это роль, которую я могу исполнять. Личинки заслуживают лишь лучших щекоток. Хах, без шансов. Королева за минуты выгонит меня из комнат выводка. Было приятно узнать от проходящей мимо ухаживающей за выводком, что королева в порядке. По какой-то причине я думал, что она будет в безопасности в комнате откладывания яиц, но королева верна себе в нахождении какого-то способа чуть не умереть во время какого-либо крупного сражения. По-видимому, на этот раз она дважды чуть не умерла, что является новым рекордом. Ее раны довольно крупны, и они не думают, что она вернется к производству яиц в ближайшие несколько дней, что должно быть серьезно. Сара, по-видимому, забилась в комнату с королевами и отказывается ее покидать, хотя она также нуждается в некотором значительном исцелении, если верить ухаживающим. Я должен поднять себя и навестить то место, как только смогу ходить. Касательно предательского кольцевого червя, нет никаких следов. Он чертовски хорош в укрывании в камне и почве подземелья, его нахождение станет кошмаром. С продолжающейся волной, сомневаюсь, что у муравьиных сил есть лишние ресурсы для поиска его вероломной задницы. В ту же секунду, как он объявится, он станет едой, я клянусь в этом над потерянными личинками. Понятия не имею, чего он надеялся достичь своим предательством, и мне плевать. Правосудие со временем его найдет. Зная, насколько он плох в сражении, у меня остается мало сомнений, что он закопался как можно глубже и дальше от туннелей с пространствами, и будет там оставаться, пока не завершится волна. Он долгое время прожил в такой манере, не думаю, что его привычки сейчас изменятся. Привет, старейший, бездельничаешь, как посмотрю. Бриндант, что ты имеешь в виду? Я махнул в сторону моих отсутствующих конечностей. Чего именно ты ожидаешь от меня в подобной ситуации? А, наверное, не многого она клацнула своими мандибулами, кажущиеся довольно веселой. Совет хочет провести полное собрание через несколько часов, как только мы лучше поймем нашу позицию. Волна будет большой проблемой, и улей прямо сейчас в довольно плохой форме. А что насчет других ульев? Спросил я. Получали ли мы какие-либо сообщения, как у них дела? Бегуны в пути, пока мы говорим. Мы должны услышать ответ до собрания. Я немного переживаю касательно других ульев. Они меньше и хуже защищены, чем этот. Даже если Голгари и Легион оставляли их в покое, я боюсь, что волна станет огромным испытанием для всех находящихся там. Что прямо сейчас у нас наиболее важно. Что имеет наивысший приоритет. Мне любопытно, на чем они сосредотачиваются. Большой солдат задумался на мгновение. Вероятно перемещение детенышей наверх к тренировочным площадкам у поверхности. Если мы не сумеем переместить их до того, как волна действительно начнется, то потом их отправка станет кошмаром. Там под комнатами королевы собирают тысячи наших младших сестер, и им нужно как можно скорее попасть в академию. Полагаю, мы могли бы также возобновить проект ферм. Высказал я размышления. Во время первой волны они сумели обеспечить тоннами биомассы. И, полагаю, нам необходимо еще обезопасить улья у поверхности. Нет никаких гарантий, что любая дрянь, поднимающаяся снизу и столкнувшаяся с нами здесь, не дойдет до самой поверхности. Ё-моё, я начинаю видеть весь объем работы перед нами. Бриндант видит, как в моих антеннах промелькнуло осознание, и в понимании клацнуло мандибулами. Скорее поправляйся, старейший, сказала она, тебя ждет куча работы. Отлично. Она убежала, чтобы организовать больше групп сопровождения для детенышей, а я продолжил шлепать маленькими обрубками, что при отрастании станут моими новыми ногами. Не прошло много времени, и я ощутил, как ко мне потянулся знакомый разум. Выглядишь не особо пылким, парень. Не совсем похож на того могучего древнего, которого я представлял. Какого? Гранин. Я использовал несколько ног в одном боку, чтобы развернуть свое тело и предстать перед стоящим позади меня большим формирователем с двумя его товарищами по троице по обе его стороны. Что с тобой случилось, старая ты кирпичная голова? Вскрикнул я. Я думал, ты застрял у Голгари? Он поморщился. Да ну, это все политика. Мне хотелось задержаться и помочь культу попытаться расчистить весь тот беспорядок, что остался, когда город узнал о тупых играх, разыгрываемых ими. Вместо этого клан Бальта сошел с ума, потребовал отдать им права на твое выслеживание из-за вопроса чести, и затянул меня в их экспедицию. Типичный бред круга воинов, выговорился он. На окраинах империи дома могут творить, что пожелают, и им ничего не будет, а тем же, кто в центре, все равно. Клянусь, вся раса Голгари падала все ниже с момента катаклизма. Слишком много гордости совсем не здорово, особенно когда появляется гигантский червь и съедает всех. Могу сказать, что старый формирователь глубоко раздражен, так что я позволил ему поворчать несколько секунд, прежде чем подкинул другой вопрос. Так каков теперь твой план? Собираешься ошиваться неподалеку? Если примите меня, пожалуй, плечами. Я мало в каком деле пригожусь, но так вышло, что я эксперт в эволюциях монстров. Мы втроем можем сильно помочь. Поздние эволюции сильно отличаются от первых, варианты там действительно расширяются. Чава, больше вариантов. Да ты должно быть шутишь. Списки меню в километр длинный. Он усмехнулся. Ох, парень, значит тебе это не понравится. Но хорошо, что у тебя есть мы. Не спеши, еще есть время до твоей новой эволюции. Кстати, какой у тебя уровень? Ух, хороший вопрос. Я уже много дней по своей сути игнорировал уведомления системы. Взгляну по-быстрому. Ё-моё. 73. Глава 688. Близость к силе. Должно быть моя реакция что-то выдала, а Гранин всегда был хорош в чтении меня. Это поразительно, учитывая, что у меня нет лицевых мышц, а поэтому нет никаких выражений лица. Возможно, его многие десятилетия опыта работы с монстрами дали ему что-то вроде шестого чувства в подобных вопросах. Какой у тебя уровень? Спросил он. Немного грубо вот так взять и спрашивать, ты так не думаешь? У меня чувства, будто меня нагим увидели. Он хмыкнул. Держись за свою мнимую скромность. Здесь целый Юлий Муравьев, нуждающихся в твоей силе, так что выкладывай. 73. Немного осталось присвистнул он. Довольно скоро тебе понадобится та консультация. С приближающейся волной требования уровней биомассы должны быстро выполниться. Он прервал на мгновение наш разговор, чтобы обернуться и заговорить с Торриной и Коруном. Они втроем некоторое время спешно разговаривают, прежде чем он развернулся обратно ко мне. Похоже, что ты толком и не воспользовался помощью, которую я тебе послал, звучит он угрюмо. Я ощутил небольшой приступ вины. Два культиста Галгари бросили свой народ, чтобы прийти и помочь мне, потому что они, вместе с Гранином, увидели во мне огромный потенциал для чего-то. Просто я никогда не был особо тщательным планировщиком, или глубоким мыслителем, или терпеливым. Погодите-ка секунду, разве я попросту не тупой? Не думай особо об этом, вздохнул Гранин. Я знаю, что ты не можешь утруждать себя мыслями обо всем этом. И раз уж ты никуда не собираешься, пока твои отростки по бокам еще немного не отрастут, я мог бы объяснить тебе пару вещей. Большой формирователь опустился на землю и сел передо мною, смотря на меня вблизи. Тебе нужно держать в уме, что монстры сильнее людей. Это не кажется верным. Тот парень Титус был безумно силен. Он самостоятельно разрезал одну из долбанных воротин. Будто бы почувствовав мое грядущее возмущение, Гранин поднял руку. Я знаю, хорошо? Просто перестань думать на минутку и послушай. Да, некоторые личности могут стать очень сильными. Ты можешь даже подумать, что монструозно сильными он ухмыльнулся, прежде чем усесться поудобнее и продолжить. В легендах из времен Раскола, великие герои Галгари предположительно были способны на действительно невероятные подвиги. Один из первых формирователей был якобы настолько силен в магии Земли, что мог сотворить гору для обрушения на своих врагов. Никто не может сказать, правда это или нет. Теперь, когда подобная сила может показаться впечатляющей, число Галгари, людей, родича или любой другой расы, сумевшей достичь подобной мощи, меньше, чем один из миллиона. Гораздо меньше. Другим неоспоримым фактом является, что никто не смог достичь той силы, которой обладают древние, а каждый из них является монстром. Как много миллиардов монстров потребуется, чтобы подняться до уровня древнего? Скептично высказался я. Все, что ты мне рассказал, это что монстры имеют больше потенциала. Гранин махнул рукой. Мы ушли немного в сторону, заговорив о древних. Я скорее пытаюсь донести, что, проще говоря, монстр сильнее человека или Галгари. Для победы над сильным монстром необходимы команды сильных личностей. Со временем некоторые монстры становятся настолько могучими, что для них становятся обязательны команды до 100 бойцов. Ты, вероятно, встречался с несколькими подобными монстрами. Да, Горролош, очевидно, была особым случаем, перерожденцем, вроде меня. Хотя я видел сильных монстров. Гигантская китовая рыба, мельком увиденная мною во время посещения первого пространства на втором слое, или гигантская мама-паучиха, которая была такой болью взаду. Увидев во мне согласие, он продолжил. Верно. В данный момент ты пятой ступени, достигнув шестой ступени и далее, ты окажешься в рангах элитных монстров, тех, с которыми немногие могут биться один на один. Такие существуют, конечно, особенно глубже в подземелье, куда ты отправишься, однако ты на грани настоящей силы. Он дал мне секунду, чтобы все воспринять. Еще тебе нужно знать, как будут меняться твои варианты, начиная с твоей следующей эволюции. Ты, вероятно, заметил, осматривая свое глазное яблоко, вон там он указал в сторону инвидии, что его мутации и способности недоступны тебе. Я прав? Я медленно кивнул. Верно. Я подумал, что это из-за слоя, из которого мы произошли. Будучи демоном, он получает доступ к более сочным штукам, чем я, так как я всего лишь насекомое с верхних уровней. Это правда. Чем глубже ты идешь, тем более сочные варианты монстры получают изначально. Однако игровые условия должны быть одинаковыми в подземелье. И у разумных рас, и у монстров, у всех должен быть одинаковый шанс на успех. А это означает наличие способа уравновесить эти различия. Полагаю, ты собираешься рассказать мне об этом способе? Очевидно же, в академических кругах он называется принцип обнуления усовершенствований мутаций. Мы в основном называем его просто обналичиванием. Обналичиванием. Он кивнул. Да. По своей сути ты обмениваешь все свои текущие мутации определенной части тела, чтобы улучшить ее до имеющей лучшую основу модели. Как только ты улучшаешься до плюс 25, тебе становится доступен этот вариант. Что ты подразумеваешь под имеющей лучшую основу моделью? Я сбит с толку. Я могу сказать, что Гранин относится к этому со всей страстью. Чем больше он объясняет, тем более оживленным становится, и я немного теряюсь. Увидев ошеломление в моих глазах, он успокоился. Давай ради примера возьмем твой панцирь. Не мой панцирь. Я пытаюсь прикрыть свое блестящее покрытие антеннами и с треском проваливаюсь. Потерпи немного, хорошо? Тебе это понравится? Успокоил он меня жестом. Твой панцирь начинал, будучи простым экзоскелетом, к которому имеют доступ все насекомые первого слоя. Плотность может варьироваться, однако в итоге ты имеешь ту же самую защиту, которой владеют многоножки. Как отвратительно. К текущему же моменту, ты взял отличные усовершенствования, и твой алмазный панцирь невероятно стойкий. Думаю, ты делал очень хорошие выборы. Я же тебе рассказываю, что есть возможность обратить твой панцирь обратно до плюс 0, однако вместо того, чтобы начинать с самого начала с обычным хрупким хитином, это мог бы сразу быть алмаз. Погоди, это означает? Верно подтвердил он. Затем ты мог бы снова с нуля его совершенствовать, добавляя по пути все больше и больше алмазных мутаций. Ко времени, как ты вернешься на плюс 25, твой панцирь будет в два раза крепче, чем он есть сейчас. Для монстра это не только отличный способ усилить себя, это также является необходимым шагом, чтобы соперничать с монстрами на более глубоких слоях. В отличие от тебя, они появились в окружении с гораздо более высоким уровнем концентрации маны, так что они изначально получили хорошие вещи. Но количество требуемой биомассы возмутился я. Оно будет невероятным. Мне придется постараться довести все до максимума до получения 80 уровня. Затем следующая эволюция не будет до 160 уровня. И от биомассы, которая необходима для доведения всего до плюс 30, чокнуться можно будет. Это не кажется возможным, и гранин похожий согласен. Вот почему ты не будешь сбрасывать все. Это глупо сказал он. В лучшем случае рекомендую тебе сделать это с двумя своими частями тела. Некоторые из этих сбросов вероятно появятся в твоих выборах эволюции, и они тоже считаются. Скажем, ты получишь одно обналичивание от своей эволюции, затем во время процесса обналичишь еще что-то. А еще держи в уме, что на плюс 30 доступны более хорошие варианты обналичивания, чем на плюс 25, и так далее. Если ты хочешь, чтобы твой панцирь был как можно крепче, то тебе необходимо сбрасывать его при каждой эволюции, или ждать пока достигнешь седьмой или восьмой ступени, прежде чем его обналичить. У меня голова кружится. Число открывающихся возможностей сводит с ума. Я тебе говорил, что это будет безумием, ухмыльнулся Гранин. Взгляни на завистливого демона. Ты мог бы сделать внутреннее строение мутируемым, затем работать над ним, пока не достигнешь плюс 30. При следующей эволюции ты мог бы сделать обналичивание и изменить его в то же, что есть у него, в пространственный карман. Неважно, что пробьется сквозь твою защиту, твои органы никак не пострадают. Это весьма полезная способность. Он встал и отряхнул свою гранитную фигуру. Я расскажу тебе о выборах, на которые ты мог бы обратить внимание в первую очередь, когда для тебя настанет время эволюционировать. В настоящее же время, я хочу переговорить с остальной частью руководства. Здесь есть же совет или что-то вроде того, верно? Эм, да, я сбит с толку. Чего тебе от них надо? Я хочу удостовериться, что они знают, насколько важно вкладывать в тебя ресурсы. Прямо ответил он, один воин шестой ступени во время волны сделает больше для защиты колонии, чем тысяча третьей ступени. Если бы они сконцентрировали свои усилия на тебе, то ты бы уже был шестой ступени и эта осада прошла бы гораздо лучше для тебя и твоей семьи. Ты бы не смог в одиночку справляться с легионом, однако они были бы очень осторожны в своих действиях перед тобою. Это та точка, с которой начинается крупная лига, Энтони. Особенно так высоко. Раз колония собирается выжить, то ей нужны сильные представители, и начать они должны с тебя. Думаю, давным-давно они хотели так поступить, но я им отказал. Однако я не буду об этом упоминать. Данную пикантность можно приберечь. Глава 689 Разразившаяся волна. Процесс расчищения или сворачивания вен для создания зон низкой плотности маны внутри подземелья вероятно был самой важной разработанной техникой за историю обитания разумных рас в мире внизу. Без этого метода было бы достаточно тяжело жить на любой глубине во время обычной концентрации маны. Во время же волны существования любого поселения стало бы невозможным, вынужденным быть в состоянии постоянной боевой готовности с выпрыгивающими из стен, потолка и пола монстрами. И хотя техника трудоемкая и требует определенных материалов, она была краеугольным камнем каждого крупного города и места сбора внутри подземелья, даже на верхнем слое. Сам метод использует собственное поведение вен подземелья, когда они вторгаются и распространяют себя в каждое доступное место. Существует свидетельство, что общество исполняли технику сворачивания в поздней стадии раскола, когда различные выжившие империи и военные силы стали распространять свое влияние на нижние уровни. Неизвестно, распространяли ли фракции знания между собой или каждая самостоятельно к ним пришла, но те, кто смог первым понять процесс и воспользоваться им, наслаждался значительным преимуществом в последующей территориальной борьбе. Выдержка со страницы 25 из территориальной разногласия и независимость в подземелье, под авторством Цицера. Мозг Вольфрамонта кружился с пьянящей смесью истощения, возбуждения, горечи, облегчения и волнения. Так много работы оставалось у касты резчиков и так мало времени для ее исполнения, что она честно думала, что вероятность успеть все сделать вовремя была небольшой. Ей вчера нужно было знать, как много они могли сделать и какое будет состояние обороны Улья к тому времени, когда волна ударит по-настоящему. Как скоро будут готовы врата? Спросила она с наибольшим терпением, что могла собрать. Команда перед ней пустилась в длинное и детальное объяснение структурной целостности врат, необходимости выковывания новой формы и прикрепления ее к стене, нужде переформирования и уплотнения камня, пока тот не треснул. На вскидку скажите время. Рявкнула она. Я знаю, что это проблемы, знаю, что они непростые, и знаю, что вы работаете максимально усердно, просто дайте мне ваши лучшие предположения. Пожалуйста. Ведущая резчица этой работы смотрела некоторое время на члена совета, ее антенны царапали верхушку ее головы. Потребуется много дней, чтобы придать вратам надлежащее состояние, наконец ответил муравей. Рама попросту слишком сильно повреждена и нельзя спешить при создании новой подходящей. Это было слишком долго. Монстры менее, чем через час, понесутся по туннелю. Резчица клацнула своими мандибулами, чтобы успокоить взволнованную вокруг нее команду. Вместо этого мы будем действовать быстро и грубо. Поднимем остатки старых ворот, залатаем их изо всех наших сил и сольем вокруг них камень, чтобы удерживать на месте. Это плохая работа, однако мы можем сделать ее за несколько часов, переживая об остальном, когда появится возможность. Вольфрамонта и другие резчицы ощетинились от этого предложения, и даже предложившая имела некоторое отвращение. Если и была какая-то вещь, которую ненавидела вся каста, то это неаккуратное исполнение, и это распространялось на все обстоятельства и проекты, даже не отложные. Хотя в данной ситуации, сделайте все как можно быстрее, сказала она команде. Если вам понадобится помощь от касты магов, то убедитесь, что быстро подадите запрос, они готовят там нечто крупное, и вам нужно обратиться пораньше, если хотите получить дополнительную помощь. Одна из резчиц нисходительно дернула антеннами. Они не могут управляться с магией земли так же хорошо, как мы сказала она. Уверена, у нас все будет в порядке. Быстрая работа не является хорошей работой, поморщилась Вольфрамонта, что для муравья включало в себя раскрытие мандибулы наклона антенн под неприглядным углом. Может дополнительная поддержка магов ускорит исполнение работы, именно об этом мы сейчас и переживаем. Чрезвычайные заплатки мы можем делать по мере необходимости. Они все поворчали, но в итоге согласились в мудрости данного решения. Рабочую область охватило возобновленное безумие, пока принималось новое направление, и резчики приступили к работе, создавая рычаги, необходимые для нового поднятия ворот. Потушив этот относительно мелкий пожар, Вольфрамонта смогла развернуться и поспешить обратно в улей, уже обдумывая следующие неотложное дело, о котором ей нужно позаботиться. Точно, собрание совета. Внезапно вспомнив, что ей нужно разобраться с этой рутиной, она резко изменила направление пути, как можно скорее двинувшись к назначенной комнате совета. Часть ее была раздражена от идеи откладывания важной работы не ради чего-то чрезвычайного, а собрания, однако она понимала необходимость этого. Без надлежащей координации, сложный механизм колонии не сможет как следует функционировать, особенно в момент подобного кризиса. Большую часть времени колония без проблем действовала, ее сестры были абсолютно способными на принятие решений в том, что необходимо сделать, и как это сделать. Но временами необходимо было продумывать крайне тщательный план, и совет подходил для этого. Она примчала, чтобы обнаружить, что большинство членов совета уже собралось. Даже старейший был здесь, хотя предела по части ног у него все так же не было. Она поспешила на свое место и не успела она устроиться, удобно расположив грудь на вырезанную выемку. Кобальт быстро бросила в ее сторону вопрос, как там ситуация с вратами. Тихо пустила кобальт запах. Не очень хорошо ответила она в той же мягкой манере, но, думаю, мы сможем придумать грубое решение за несколько часов, которое пока что должно держаться. Другая резчица скривилась, и в Альфрамонте пришлось сдерживать смех. Некоторые вещи были одинаковыми для всех. Я знаю, что все мы очень заняты, высказалась со своего конца стола куланта, так что давайте постараемся разобраться совсем как можно скорее. Перед тем, как начать, старейший, не хочешь сказать что-нибудь собравшимся? Все 20 членов совета обернули свой взор к старейшему, который заерзал на месте от внезапного внимания. М. Я. Сказать что-нибудь. Например, что? Что захочешь? Немного раздраженно ответила куланта. Пожалуй, я могу это сделать, сказал старейший и затем прервался на мгновение, явно собираясь со своими мыслями. Во-первых, я хочу сказать, что горжусь всеми вами. Именно так. Вы проделали отличную работу и, как семья, вы далеко прошли с момента своего рождения. Я знаю, что никогда не смог бы делать то, что вы все делаете каждый день и, наверное, мне просто хотелось сказать, как я горд вами. Каждый член колонии невероятен, как и вы. Не забывайте об этом. Последнее предложение было немного строже других, и каждый член совета ощутил скрытую угрозу, как будто бы они испытают ужасные последствия, посмея не забыть, как сильно доволен ими старейший. Во-вторых, мне хочется сказать, что очевидно, приближающаяся волна будет испытанием. Огромное количество монстров будет стучать в наши врата и заполнять нашу территорию. Будет непросто, будет утомительно. И еще так скоро после преодоления величайшей угрозы, с которой мы когда-либо сталкивались. Существа, которых мы увидим, вероятно, с третьего слоя, будут сильнее кого-либо, с кем мы встречались прежде. Но я хочу, чтобы мы взглянули на эту волну под другим углом. Из-за всех испытаний, с которыми мы столкнемся, волна может стать возможностью. Больше монстров будет означать больше опыта и больше биомассы. Прошлая волна вынудила нас бежать на поверхность. Мы не были достаточно сильны, чтобы удержать нашу территорию, но даже тогда мы смогли усердно работать и многого достигли. На этот раз у нас есть улья, мы глубоко, у нас десятки тысяч членов колонии. Мы можем сделать намного больше, чем прежде. Мы не отступим. Мы пойдем дальше. Эти волна даст нам укрытие от легиона с Галгари, и нам необходимо использовать время, дабы стать такими сильными, что они не будут осмеливаться связываться с нами. Это все, что мне хотелось сказать. Вокруг стола настала тишина, пока старейший устраивался обратно на свое место. Старейший становился все более спокойным по мере своей речи, и в конце четко заявил о направлении, в котором, по его мнению, должна двигаться колония. Вольфрамонта находила речь вдохновляющей. Вместо угрозы это был шанс, если они станут такими сильными, что даже легион не решится атаковать. Если подобное случится, то они получат больше территории, и затем используют ее, чтобы стать еще более могущественными. Славная будущая колония ярко сияла у нее на уме в данном моменте, как и в разумах всех остальных, кто сидел вокруг стола. Кроме старейшего, мотавшего обрубками ног туда и обратно. Глава 690. Переворот к новой странице. Обсуждение быстро развилось после моей изначальной, довольно смущающей речи. В колонии была куча вещей, которыми нужно заняться, и по-прежнему слишком много того, чего мы не знали. До сих неизвестен статус двух отдельных ульев. Неизвестно, как именно мы собираемся управиться с тренировками детенышей, направляющихся наверх к поверхности. Имелось огромное количество раненых, нуждающихся в заботе. С несколькими вещами было легко разобраться. Мы убедились в чрезвычайном призыве в Сейтли, что в данное время располагалось в пространствах внутри нашей территории. Им будет небезопасно оставаться в этих местах во время волны, и я весьма уверен, что большинство все равно привели назад в улье до осады. Было крайне просто сделать приоритет на расширении возможностей колонии в области металлургии, и резчикам было приказано вернуться к этому, как только будет окончена работа с обороной. Кобальт и Вольфрамонта работали в своих кастах, чтобы спроектировать действительно амбициозную систему обработки, сортируя и плаверуды, от чего возможности производства слитков в основном улье повысится в 10 раз. Запусти они этот проект. Во время волны будет непросто добывать необработанную руду, однако для колонии было важно выдержать натиск в наилучшей для нее позиции. Посреди обсуждений я сбросил бомбу. У меня больше нет уверенности, что третьей ступени достаточно для наших выпускников. Мое объявление было встречено ошеломленным молчанием, и я быстро поднял свою антенну в успокаивающем жесте. Знаю, знаю, доведение так скоро подобное большое количество муравьев до третьей ступени уже является большой задачей. Недостаток ядер, постоянная необходимость в биомассе, с повышением количества отдельных ульев, увеличенная численность детенышей, нуждающихся в тренировках. Испытания огромны. Только я хочу вас спросить, вы правда верите, что третьей ступени достаточно, чтобы справиться с тем, с чем мы сталкиваемся прямо сейчас, и с чем, вероятно, столкнемся в будущем? Все члены Совета тщательно обдумывали мои словами, пока я говорил, и Виктория отозвалась спустя несколько мгновений размышлений. С точки зрения генерала, четвертая ступень касты воинов в два раза полезнее третьей ступени. Эволюции касты генералов дают больше боевой способности, обеспечивая более полезными аурами, и даже их изначальные характеристики делают их более хорошими планировщиками. Солдаты же, не стоит даже говорить, как много солдаты приобретают в отношении защитных способностей, силы челюстей, регенерации и скорости за эту одну эволюцию. Разведчики также, уверенно, вы, тихоня и воля, согласитесь, более способные на четвертой ступени. Доводить их до пятой ступени было бы гораздо лучше, чем доводить до четвертой, но это не означает наличие возможностей. Для этого возмутилась пропелланта. Очевидно, что маги гораздо лучше в отношении контроля заклинаний с дополнительной эволюцией за антеннами, однако все сводится к опыту и ядрам, где вы будете их доставать. Если мы в итоге будем заставлять больше муравьев быстрее эволюционировать, не обеспечивая обязательным количеством ядер для увеличения эволюционной энергии, то мы скорее будем вредить себе, нежели усиливать. В этом я согласен, сказал я им. На самом деле я еще хочу поставить более высокий приоритет доведению ядер до максимума. Еще больше молчания встретило мое второе объявление. Послушайте, сказал я, опустив две своих антенны на стол, как люди кладут свои локти и скрещивают пальцы, мы постоянно нацеливаемся на становление умнее и улучшение каждого аспекта жизни в колонии. Я прав. Остальные члены совета могли лишь согласиться. Взращивание как можно более сильного выводка является самой фундаментальной и важной обязанностью колонии. Нет ничего более достойного нововведения и улучшений, чем это. Нам нужно больше опыта. Давайте подумаем, как мы можем это сделать. Нам нужно больше ядер. Давайте изучать способы, как мы можем это сделать. Я знаю, что ухаживающие за выводком проделали большую работу по их учебной программе и методах обучения детенышей, и они не прекращали пытаться их улучшать. Остальные из нас должны постараться в обеспечении материалов. Не думаю, что это станет особой проблемой во время волны, но ради будущего, думаю, это та перемена, которую мы должны принять. Две ухаживающих за выводком, Терезанта и Флоренция, обе клацнули своими мандибулами в благодарность за признание их и все их касты усердной работы, чему вторил весь остальной совет. После еще большего количества обсуждений и распределения работы, совет разошелся и все разбежались по своим делам. У всех есть своя роль и своя особая задача, даже у меня. Вот почему я обнаружил себя снаружи улья с любопытством смотрящего на цветущую растительность, что заняла эту секцию подземелья. Разведчики немного времени спустя после завершения осады доложили о странном феномене, как и о присутствии неизвестных существ, скрывающихся среди растительности, так что естественно совет решил послать меня сунуть свои антенны и расследовать это дело. Используя все доступные чувства, я медленно зашагал в сторону обильной растительной жизни, которая возникла будто бы из ниоткуда, однако приказал трем своим верным питомцам оставаться позади. Эта штука может быть ядовитой, или того хуже. Эти растетения вызывают у меня странные чувства. Не знаю, от потока ли это маны, или от того, как они выглядят, но что-то в них меня настораживает и мне не очень хочется идти дальше. И хорошо, что не пошел, так как спустя несколько мгновений гигантское существо, которое выглядит как пять соединенных в приблизительно гуманоидную форму стволов деревьев, стопотом вышло из-за угла и приблизилось. Вначале мне хотелось как следует дать залпа, но прошмыгнувших вслед за ним существ я узнаю гораздо больше. Ветвяки. Какого черта ветвяки делают здесь внизу в подземелье? Почти что с нетерпением я сплетаю воедино связь разума и тянусь вперед, только чтобы обнаружить другую, первой направившуюся ко мне. Эм, привет, начну с классики. Приветствую, друг насекомое. Приятно видеть, что кто-то наконец вышел, чтобы увидеться с нами. Да ладно, мужик гигантское дерево. У нас куча дел в улье, будь с нами полегче. Извиняюсь, если мы как-либо обидели ловко, дипломатично и, самое важное, ловко. Как улитка в масле, скользящая по жирной ванне. Нам со многим нужно было разобраться внутри улья, и разведчики доложили о присутствии этой растительной жизни. Не так давно гигантский древесный парень махнул скрипящей рукой. Никакой обиды не было вызвано разум, коснувшийся моего, странный и сложный. Он ощущается глубоким и старым, тем не менее в то же самое время юным и детским. Мы хотели остаться, чтобы поговорить с вашим народом, прежде чем мы отступим обратно к нашей рощи. Я хранитель рощи, и я лучше берегу наш народ в средоточии силы моей матери. Похоже тут есть, что накопать. Твой народ, ты говоришь о людях позади тебя? Думаю, я встречался с некоторыми из них, когда был на поверхности. Ну, не совсем люди, но, понимаешь люди. Эти гигантские глаза медленно моргнули. Да наконец ответил он. Маленькая группа бруанчи сделала своим домом лирийский лес. Они рассказали матери о тебе, и она протянула свои корни через эту область в попытке отыскать тебя. В итоге, по чистой случайности, ты столкнулся с одним из них, и она смогла определить твое месторасположение. Бруанчи, да, как удобно. Погодите, у его матери есть корни? То есть, буквально дерево? Так твоя мать искала нас? Можно ли спросить, зачем? Пожалуйста, не будь психоубийственным деревом. Пожалуйста, не будь психоубийственным деревом. Мне не нужно подобное в своей жизни прямо сейчас. Потому что мы смогли опознать, кем ты был. Путешественником из другого мира, прямо как и она. Еще одна перерожденная душа? Я шокирован. Вот это новости. Погодите минуту. Все перенесенные души немного непростые. С точки зрения здравомыслия, можно уши прощупать немного почву. Мог бы ты сказать, что твоя мать, как бы так выразиться, рациональная и спокойная личность? Гигантский древесный человек замешкался, и листья вокруг меня разразились громким шелестением, что звучал почти как смех. Нет, поступил ответ. Не мог бы сказать. Глава 691. Движение далее, движение, так далее. Мой разговор с хранителем рощи Бруанчей был разочаровывающе коротким, но поучительным. Было драгоценно мало времени, прежде чем волна достигла своего пика, и древесные люди не хотели быть пойманными ею в открытой области. По-видимому, древа мать не могла, или не хотела, поддерживать во время волны всю растительность, что она заставила разрастись по туннелям. Я был немного шокирован узнать, что каждый листок, лоза или цветок, увиденные мной, были на самом деле продолжением одного дерева, нежели отдельных растений. И раз она монстр вроде меня, то интересно, какая необходима ступень, чтобы стать достаточно могущественным, дабы по своей сути существенно расширить себя по огромному участку подземелья по своему желанию. Я мог бы конечно спросить, но, думаю, это было бы малость грубо. Если когда-либо я буду достаточно близок к самому дереву, то возможно смогу задать несколько более прямых вопросов. Свернувшимися в их рощу хранителем рощи и его подопечными, мне или моим питомцам мало что оставалось делать, кроме как помогать в обороне колонии. Волна как раз собирается разразиться, и я могу ощутить постоянное нарастание источников тепла в стенах. На данном этапе у нас есть несколько минут, прежде чем они начнут выпрыгивать наружу. Скорость появления монстров в подземелье уже стала безумной, и туннели начинают заполняться ревом, визгом и звуками схваток монстров. Я помню этот шум, и не очень тепло к нему отношусь. Лучше к нему привыкнуть, так как он неделями будет продолжаться, прежде чем мы снова сможем наслаждаться чем-то похожим на тишину. Ну ладно, ребят, разделяемся и защищаем улей. Я возьму область перед поврежденными воротами. Кринис, я хочу, чтобы ты заблокировала вход в туннель, что исходит от комнат выводка. Инвидия и те не могут взять на себя врата, поврежденные голгари. Убедитесь, что как можно меньше монстров проходит мимо вас, хорошо. Это даст колонии немного больше времени для окончания организации обороны. Во всяком случае они заняты уничтожением монстров, появившихся внутри. Кринис осторожно подняла щупальца. Вы уверены, что в одиночку у вас все будет хорошо, хозяин? Вы чуть не умерли опять в прошлой битве. В маленьком пузырике неописуемого ужаса есть некая напряженность, которая посылает дрожь по моему несуществующему хребту. Черт побери, она далеко не счастлива. Я понимаю, мне ясно, о чем ты говоришь, Кринис. В тот раз это была моя вина, меня немного занесло. К счастью мы все выжили и здоровы, так что можем взять на себя эту обязанность. Но... Кринис сказал я, приблизившись и взглянув сверху на взволнованно дергающийся пузырь. Она замерла, когда я подошел, и я использовать антенну, чтобы погладить ее по пусть будет голове. Тут дыру колония еще закрывает, и есть шанс, что монстры прорвутся и атакуют выводок. Мы не можем позволить этому случиться, несмотря ни на что. Это самое важное место, и я могу его доверить лишь тебе. Ты сможешь убедиться, что ни один монстр не пройдет мимо. Пожалуйста, я рассчитываю на тебя. Маленький мяч вибрировал от моих слов на месте, прежде чем не выдержать в конце моей речи. Конечно, хозяин, я не позволю ни одной отвратительной грязи проскользнуть. Можете рассчитывать на меня. Гвехехехех. Кризис предотвращен. Пузырь непроницаемой тьмы не терял времени, погрузившись в тени и пропав за мгновение, уходя на другую сторону улья, где скоро прорастет могучий лес конечностей с зубцами. Немного грубо хитростью отвлекать Кринис от гнева на меня, но сказанное мною ей было чистой правдой. Она гораздо больше подходит на разбирательство с огромным числом относительно слабых монстров. Это ее специальность. С ее охраной вырытого ненавистным червем туннеля мне никак не придется о нем переживать. Тинни, Инвидия. Есть вопросы? Тинни взглянул на меня, взглянул на Инвидию, взглянул на свой живот, затем снова на меня, и все это он сделал, не меняя выражение лица. Почему-то это для меня абсолютно осмысленно. Думаю, мой мозг деградирует по мере моего общения с ним. Не знаю, как вы, ребята, хотите делить биомассу, сами придумайте. Однако я скажу вам, что если вы хотите больше еды для себя, то старайтесь взрывать как можно меньше монстров. Это касается вас обоих. Твои удары со всей силы прямо сейчас так же ужасны, как взрывы Инвидии, ты же знаешь об этом, верно? Он уже собирался указать и поржать над своим демоническим товарищем, однако мое предостережение стерло улыбку с лица Тинни и он выглядит немного задумчиво, пока они вдвоем идут обратно через Улей к другой его части. Я могу сказать, о чем он думает, он пытается сравнить тяжесть его любви к еде с тяжестью его любви к избиению всяких вещей изо всех его сил. Я честно не знаю, какая страсть выйдет победительницей. Ему нужно убедиться в получении биомассы, необходимой для его следующей эволюции. Ему еще далеко до эволюции шестой ступени, как и Кринис, но не повредит начать копить эти очки как можно раньше. А мне все так же предстоит съесть много еды вне зависимости от того, смогу ли я наконец накопить 7 уровней или нет. Распределив свой отряд, мне мало что остается делать, кроме как разместить свою задницу перед уничтоженными воротами и ждать начала фейерверков. Мой панцирь по большей части к этому моменту исцелился, но я не особо переживаю. Появляющиеся здесь монстры скорее всего будут теневыми зверями и, как бы, всего лишь первого уровня. Пока признаки тепла становятся все сильнее в стенах, я как следует тружусь над сбором всестихийной конструкции. Эта тупая штука уселась в моих разумах, как кусок железа. Знаете, что я скажу, не могу дождаться момента своей эволюции, когда я вложу немного больше сил в свои мозги, тогда эта вещь не будет такой болью в брюшке. Ко времени, как я закончил готовиться, монстры уже начали появляться. Далекий шум битвы становится громче с каждой секундой, пока о себе не дали знать первые монстры волны. По всему туннелю из-за стен, пола и потолка возникли всполохи почвы, пока когти, головы, пасти и монстры всех типов вырывались из вен подземелья. В один миг в туннеле вокруг меня оказалось примерно 30 монстров, каждый из них голоден и разъярен, опьянен переполняющей маной, давшей им жизнь. Не прерываясь, чтобы перевести дух, они начали бросаться друг на друга в проявлении дикого насилия. Выживание наиболее приспособленных является законом подземелья, тем, чему не нужно учить ни одного из монстров. Пара находящихся поблизости решила, что я выгляжу достаточно сочным, чтобы проигнорировать слабаков и рвануть в мою сторону. Теневая плоть вздувается и расширяется с силой их рева. Я лениво собираю несколько огненных стрел. Пара набрать несколько уровней навыков. Глава 692. Чудеса науки. У них получилось. Потратив так много времени и усилий, у них наконец получилось. Каста магов во время осады прошла через ад, они бились своими разумами авторженцев, пока не были на грани того, что упасть. Это было болезненное время жестокой мысленной битвы, которой, казалось, не было конца. Еще больше усложняли жизнь мозговитой касты бросателей заклинаниями критично важные исследования, уменьшающие их численность. Колония решила, что проекты врат и устранение вен подземелья были настолько критичны, настолько жизненно важны для будущего успеха их вида, что даже угрозы неминуемого уничтожения не было достаточно, чтобы ограничить исследования данных техник. Прогресс в отношении врат оставался болезненно медленным. Было ясно, что для значительных успехов необходимы высокоуровневые специалисты как в зачарованиях, так и в до этого невиданной магии пространства. С другой же мандибулы команды, назначенные на воспроизведение методов, увиденных в городе Райллиха, сделали прорыв. Как бы она ни ликовала, пропелланта не могла не взглянуть искоса на команду магов и резчиков, что работали вместе, чтобы сделать это возможным. Она еще раз изучила сложную, почти волнистую, сцепленную друг с другом цепь стен перед нею. «И вы уверены, что это сработает?» Спросила она их. Один из магов шагнул вперед, яростно махая своими антеннами. «Конечно же сработает, старая ты летучая мышь. Какого, как ты думаешь, черта мы делали здесь внизу?» На невероятной скорости команда прежде скрытых муравьев спрыгнула с потолка комнаты и повалила мага на землю посреди его брани. До того, как кто-либо мог вообще подумать, чтобы вмешаться, новоприбывшие обступили упавшего муравья, умело вырубив его точным укусом, чтобы перекрыть кровообращение в его мозгу, прежде чем их снова укутали тени. Менее, чем через секунду, они опять пропали, забрав с собой буйствующего мага. Единственным признаком их присутствия были зловеще зависшие феромоны с сообщением, остающиеся долгое время после их ухода. «Приятных снов», — говорил запах. Даже пропелланта ощутила пробежавший по ней холодок от данного проявления. Следящие за сном смертельно серьезно воспринимали свою работу. Они явно направляли свои эволюции и навыки в сторону лучшего исполнения их роли, делая себя жутко способными. Внезапное исчезновение их коллеги произвело еще больший эффект на остальную команду исследователей. Их ужас можно было ясно увидеть в каждом сантиметре их фигур. «Насколько долго не спал ваш лидер?» — спросила пропелланта. «ТТТ три дня пробормотала резчица. А как давно ты спала?» — задала она следующий вопрос. Маленький муравей задрожал так сильно, что пропелланта забеспокоилась, а не треснет ли его панцирь. «Она не спала два дня и 22 часа», — услужливо сообщил другой член команды. Пропелланта клацнула своими мандибулами. «Тогда лучше побыстрее с этим разобраться». Так, кто-то другой ответит на этот раз, желательно ничуть ли не бредящие из-за недостатка сна. Есть ли уверенность, что это сработает? Гораздо более маленькие муравьи посоветовались немного между собой, прежде чем пара из них шагнула вперед, резчик и маг. Согласно нашим расчетам присутствует большой шанс успеха, четко выговорил маг, и хотя мы не смогли вычислить точный метод, используемый в Рейллихе, мы думаем, это наиболее точное его воссоздание. Математика. Член Совета пытался держаться подальше от внезапных упоминаний вычислений. Подобные вещи гораздо больше подходили к Уланте. Она же строго придерживалась школы магии «Взрывай сейчас», — думай потом. Какой бы проклятый идиот поверхности не представил данный концепт касте магов, он распространился подобно лесному пожару и расколол ее сестер напополам. Она обернулась к резчику. «А ты что думаешь?» — спросила она. Более маленький муравей потер своими странными коготками передней ноги о верхушку своей головы. «Это жутко тяжелая работа, хорошая работа», — вздохнул муравей, но пока что наши тесты были успешными. Единственная проблема в том, что у нас не было возможности проверить на такой большой области, как Улей, так что мы не можем быть уверены в идентичном результате. Ей не понравилось, как это звучит. Пропелланта подошла к макету, воздвигнутому в центре комнаты, и пыталась игнорировать сражения, ведущиеся в другом месте комнаты. Из-за чертовой волны было так трудно сконцентрироваться. Это и правда была искусная работа. Команда воздвигла не менее десяти отдельных стен в пространстве шириной менее трех десятков сантиметров, каждая прикладывалась к другой в такой сложной схеме, что они могли сойти за магическую конструкцию. Создать такие тонкие, как лезвия, стены и придать им подобную форму было возможно при укреплении и сжатии их с помощью магии до абсурдной степени. Демонстрируемый уровень магии Земли был огромным. Замена внешних стен всей комнаты этой формации и стен будет чудовищным мероприятием. Они попытались объяснить ей идею, что-то о направлении вен, их складывание и затем откатывание по заранее определенным каналам высокой чувствительности к мане. Для нее это не имело много смысла, но в то же самое время она не провела недели, непрерывно работая над разработкой метода. «Вам дается добро», сказала она им. «Я хочу, чтобы работы над комнатами откладывания яйцевыводка были закончены через 48 часов. Мы мобилизуем всю касту магов и каждого резчика с навыком магии Земли четвертой степени и выше». Команда сошла с ума от радости, хлопая друг друга антеннами, давая пять радостно клацая своими мандибулами. Пропелланта с теплым чувством наблюдала их празднование, пока не заметила протянувшиеся от стен тени, с каждой секундой приближающиеся к команде. Но внезапно закричала она, прежде чем понизила интенсивность своего запаха и продолжила, но только после того, как вы отдохнете. «Эта работа слишком важная, чтобы доверить ее уставшим мозгам. Шесть часов для всех вас это минимум, а я пока что начну организацию смены да буду необходимую муравьиную поддержку». Команда ворчала между собой про задержку, но она никак не обращала на это внимания, вместо этого наблюдая, как тьма начала отступать обратно к стенам. «Во имя старейшего», — подумала про себя она, «как же это пугает». «Поздравляю всех вас», — сказала она им, «этот прорыв войдет в историю колонии». «Думаю, старейший захочет прийти и лично поздравить вас за ваши достижения. Вся наша семья гордится вами». Восторженная команда продолжила праздновать и хвалить труд друга, пока направлялась в комнаты ступора магов, не осознавая, что темные тени следовали за ними в течение всего пути. Глава 693. «Волна будет волнить». Когда наконец пришел ответ от отдельных ульев, колонию окатило заметное чувство облегчения. Сама Тихоня была первой, кто получил сообщение, и она постаралась распространить его как можно скорее. Более маленькие ульи хорошо держались, пережив не более, чем несколько пробных атак, нацеленных на удержание их на месте. Только они не смогли скопить биомассу, как основной улей, и нехватка еды в течение осады стала настоящей проблемой. Теперь, когда волна была в разгаре, эта проблема быстро разрешалась. Старейшие его питомцы продолжили охрану наиболее уязвимых точек входа в Самулии, пока позади них продолжалась бурная активность. Тихоня и Воля были повсюду, передавая сообщения, координируя команды разведки и бегая, отчего колония продолжала работать, как одно эффективное целое. Они обе столкнулись друг с другом, пробегая в противоположных направлениях, и решили взять короткий перерыв, чтобы обменяться новостями. Я слышала об отдельных ульях, это хорошие новости, сказала Воля. Судя по всему, королевы там не сумели удержать темпы производства яиц. У нас огромная необходимость в выпустившихся детенышах. Мы могли бы удвоить численность разведчиков, и все равно для них оставалась бы работа, согласилась Тихоня. Но прямо сейчас мы мало что можем с этим поделать. Как только ульи будут в безопасности, мы сможем двигаться дальше. Согласна, видела, что делают маги в комнатах. Выводка Тихоня продемонстрировала отрицание и Воля быстро рассказала ей о новой технике и масштабах земляных работ, проводящихся в сердце улья. Это очень полезно клацнула разведчица. Если бы они могли сделать это для всего улья, во время их разговора прямо между ними из стены вырвался ревущий зверь. С высоко натренированными рефлексами и инстинктами они обернулись, как одна, и бросились на существо, окончив его существование в подземелье так же быстро, как оно началось. То здесь было бы гораздо проще, закончила она. Воля кивнула. Как я слышала, резчики из-за этого сходят с ума. Постоянные появления монстров делают почти невозможным какую-либо работу. Их мастерские переполнены и теперь им необходимо втискивать солдат в каждый укромный уголок для их защиты. Полная неразбериха. Муравьи, сосредотачивающие свое внимание на ремеслах, действительно сходили с ума. Мастерские перевернулись с ног на голову, пока монстры выползали из-под пола под их собственными рабочими областями, кричали из стены в общем вносили хаос в эти места, в то время как солдаты и разведчики спешили вступить с ними в битву. Единственной группой муравьев производственного типа, не особо взволнованных всем происходящим, были формирователи ядра. Им было тяжело поддерживать концентрацию, однако бесконечные порождения монстров обеспечивали бескрайним потоком опыта и биомассы для их слабых созданий. Если маги действительно сумели достичь того, чего хотели, то жизнь в Улье может вернуться к некоторому подобию нормы. И это было лишь началом. В другой секции Улья Виктория и Слан сбились в кучу с десятками других высокоуровневых генералов, работая вместе в командах. Огромная модель секции подземелья, в которой они находились, была расширена, чтобы включить каждую часть изученной колонии территории, и два члена совета были заняты определением потенциально узких мест, попыткой предвидеть проблемы и организации отрядов внутри Улья. Какой статус у ворот? Спросила пробегающую мимо разведчицу Слан. Старейший все еще там. Очень мало тех, кто смог добраться до самих ворот поступил в ответ отчет. Два генерала с облегчением выдохнули. Старейший выкупал для них драгоценное время для новой организации их обороны и возвращения некоторого контроля. Два генерала были решительно настроены извлечь наибольшую выгоду из этой возможности. Она не продлится вечность, они обе это понимали. А как она могла продлиться? Прямо сейчас Старейший и его стражи с легкостью сдерживают монстров, так как эти монстры являются существами первого уровня первой ступени, выпрыгивающие в тоннель в момент своего создания. И хотя постоянные волны порожденных истощали, отвлекали и сводили всех с ума, колония дошла до той точки, когда они даже на втором слою не были особой угрозой. Настоящая опасность волны только начала принимать свою форму и ей еще предстоит появиться. Это были выжившие, победители, монстры, которые по какой-либо причине смогли выжить и вырасти в хаосе подземелья. Будь они недавно порожденными, только вышедшими из стен, или возможно уже прошедшими через несколько эволюций в процессе происходящей волны, это были существа, сила которых быстро растет, отчего они становятся угрозой. Затем после них придут существа снизу. Им не приходилось испытывать это во время первой волны, по-видимому легион сдерживал зверей из глубин, непреднамеренно сберегая много сил колонии, возможно даже спасая ее жизнь. На этот раз подобной защиты не будет. Существа из третьего слоя с криком придут снизу и начнут изо всех сил биться с колонией. Для их прихода необходимо некоторое время, но он грядет. А что у нас тут? Слан указала антенной на определенную секцию. Виктория склонилась ближе. Все удовлетворительно. Нам будет необходимо работать сообща с командами укреплений. Нужно будет найти резчиков с высоким уровнем навыка оборонительных укреплений и разместить их в каждой группе проектирования. Эти преграды не могут быть слабыми. Хорошая идея согласилась ее сестра. Думаю нам также нужно попросить формирователей ядра занять более важную роль в туннелях. Это окружение идеально для них и они с удовольствием ухватятся за данную возможность. С таким большим количеством раненых солдат и разведчиков это точно сильно облегчит нашу ситуацию вздохнула Виктория. Они обе были уставшими до опасной степени. Было бы неудивительно, если бы кого-либо из них в любой момент схватили и утащили, но они обе отказывались уходить в ступор, пока не будут устроены основы стратегии противостояния волне. Старейший был прав касательно этой волны. Колония не была такой же, как во время прошлой волны. Теперь их было больше сотни тысяч. Они были умнее, сильнее, лучше подготовленными. Если они быстро отреагируют, поступят умно и крепко ухватятся за данную возможность своими мандибулами, то в итоге выйдут с гораздо лучшей позицией, чем было в начале. Повсюду вокруг них команды генералов изучали схемы подземелья и делали планы. Патрули, агрессивные зачистки, оборонительные позиции. Они нацеливались на области, которые было возможно контролировать, области, в которых они могли закрепиться. Они уделяли особое внимание областям с источниками воды или особо высокой концентрации маны. Каждое встреченное ими пространство анализировалось, как угроза, так и ресурс. Начинала принимать свою форму самая большая операция ферм в истории приграничных королевств. Глава 694. Вперед к эволюции. Я здесь уже столько часов и все еще не поднял уровень. Упс, а вот и еще один. В 30 метрах далее по туннелю почва раздулась, прежде чем рассыпаться и показать новосозданного теневого ползуна. Несмотря на наличие шестинок, я правда не могу одобрить эти штуки. У них лица, как у комаров, с острым хоботком почти в метр длинный. Мои разумы закрутились и, спустя несколько мгновений, вперед полетел сжатый огненный шар, врезавшись в существо и взорвавшись волной жара, которая прошла весь путь до меня, осветив мой панцирь и осушив глаза. Черт побери. Вы сразили уровень 1. Да, да, да. Враг первой ступени и первого уровня особой погоды мне не сделает. Он по сути даже не стоит того, чтобы идти и есть его биомассу. Я видел проходящих впереди по туннелю пары монстров третьей ступени и с радостью употребил их, но по большей части я позволял толпам существ заниматься друг другом, временами используя магию огня, как огнемет, чтобы удерживать их подальше от врат. Лишь дважды кто-то выше третьей ступени подходил ко мне достаточно близко, чтобы сразиться, и эти битвы по крайней мере были интересными. Несмотря на почти что оглушительный уровень криков, визгов и рева, сопровождающихся визуально будоражащим видом сражающихся за свою жизнь сотен монстров в пределах видимости, мне скучно. Мне очень, блин, скучно. Все, что я делаю, это рассиживаю здесь, выцепляя всякую мелочь, пока колония сходит с ума, разрывая позади меня свои брюшко за работой. Остатки ворот уже подняты и закреплены. Я до сих пор могу видеть находящихся за работой резчиков, охраняемых командами солдат, пока те ползают по всей металлической поверхности некогда могучего оплота, делая все возможное для восстановления металла и вплетенных в структуру стали зачарований. Должен сказать, несмотря на все их усилия врата все равно выглядит ужасно. Огромные трещины, вмятины и разрывы четко видны повсюду, и некогда могучая муравьиная голова, вырезанная на поверхности, выглядит гораздо хуже. Если быть честным, она такая страшная, что могла бы сойти за голову многоножки. Я знаю, что мое нахождение здесь выкупает колонии драгоценное время, и оно ценно, однако это попросту не особо вдохновляет. И все же, я остаюсь. Если бы я занимался чем-то другим, то им бы пришлось расположить целую команду солдат и разведчиков, чтобы заменить меня, а обе эти касты понесли огромные потери во время осады, и до сих пор остаются тысячи раненых, которым нужно время, чтобы снова встать на ноги. А это в конце концов волна. Уверен, внутри улья сплошной хаос с солдатами, выставленными каждые 20 метров туннеля и облепившими все стены комнат. Ну что же, надеюсь я скоро смогу уйти и заняться чем-то более будоражущим. Должен признать, волнительно находиться так близко к моей следующей эволюции. Эволюция дает такое огромное повышение силы для монстра, и я уже некоторое время был в своей текущей форме. Накопление 80 уровней являлось непростым подвигом, особенно когда я делю множество опыта со своими питомцами и 20 телохранителями. Лишь мысль о сочных вариантах, что могут появиться, будоражит меня. Какие части тела я сделаю мутируемыми на этот раз, чтобы я мог добавить к своей идеальной муравьиной форме? Так много вопросов. Даже простое планирование и возможного распределения характеристик будоражит. Мне нужно отвлечься и подумать о чем-то другом. По крайней мере все это лишнее время устранило любые оправдания, которые у меня могут быть, чтобы продолжать избегать своего статуса. Просмотр цифр всегда был немного морокой, но, должен признать, было приятно видеть множество улучшений, которых мне удалось достичь. Как оказалось, беспрерывные сражения дни напролет в итоге весьма помогают, когда дело касается уровней навыков. Кто бы мог подумать? Имя Энтони Уровень 73 Превосходное ядро В Сила 91 Стойкость 79 Хитрость 64 Воля 45 ОС 158 158 ОМ 300 300 Навыки Общие Мастерские раскопки 4 уровень 3 Экспертная хватка 3 уровень 9 Экспертная скрытность 3 уровень 6 Путеводитель туннелей 3 уровень 11 Железный разум 4 уровень 30 Мастерская выносливость 4 уровень 6 Нерушимая медитация 4 уровень 12 Резкий рывок 4 уровень 11 Мана Ремесло Маны В Уровень 24 Сжатие Маны 4 уровень 18 Отличное внешнее управление Маной 4 уровень 16 Накопитель Маны 4 уровень 22 Мастерское родство Магии Разума 4 уровень 20 Направленное чувство Маны 4 уровень 12 Экспертное родство Магии Исцеление 3 уровень 14 Всестихийное родство В Уровень 4 Маскировка Маны 2 уровень 6 Питомцы Далекое общение С питомцами 3 уровень 7 Ремесло ядра 4 уровень 13 Ускоренный рост питомцев И уровень 5 Защитные Великая защита экзоскелета В уровень 11 Мастерское уклонение 4 уровень 25 Мастерская терпимость 4 уровень 6 Экспертная грация 3 уровень 14 Наступательные Верный кислотный выстрел 4 уровень 6 Мастерская точная стрельба 4 уровень 23 Гибельный укус В уровень 23 Мутации Чувства Периметральные глаза Плюс 20 Дальновидные антенны Оракула Плюс 25 Защита Завершенный алмазный Панцирь Плюс 25 Скрепленные Исцеляющиеся Внутренние покрытия Панциря Плюс 25 Физические Затверделые Резкие Поглощающие ноги Плюс 25 Заполненные Маной Мандибулы Плюс 25 Частое Могучее Регенитативное Железо Плюс 25 Железо Болтливых Феромонов Плюс 15 Резкая Мускулатура Плюс 25 Мгновенно Проводящая Субневральная Сеть Плюс 20 Кислота Размножающиеся Пожирающие Ману Связывающие Кислотное Железо Плюс 25 Гиперздавленное Кислотное Дуло Плюс 20 Железо Концентрации Сгущенной Ослабляющей Кислоты Плюс 20 Быстро Утомляющие Железо Стимуляции Кислоты Плюс 10 Психические Непреклонные Кора Координации Плюс 25 Мана Бездонное Железо Магии Гравитации Плюс 20 Бесконечный Сборщик Коллективной Воли Плюс 25 Вид Юный Образец Совершенства Колонии Формится Сапиенс Очки Навыков 14 Биомасса 224 Появилось Много Улучшений Навыков Что стоило Мне Небольшую Порцию Очков Навыков В итоге Мои физические Навыки Как и общие Навыки Маны Получили Массивные Усовершенствования Одним На данном Уровне Знания О том Как двигаться И располагать Своё тело Чтобы Минимизировать Затраты Энергии Проникли В самые Дальние Уголки Моего Разума Вкупе Со Сборщиком Это Был Тот Навык Что Позволял Сражаться Столько Сколько Я Сражался Великая Защита Экзоскелета Вероятно Являлась Тем Что Поддерживала Мою Жизнь Во время Той Последней Битвы Пятая Ступень Это Вам Не Шутки И Моя Точность Во Время Перемещения Моего Тела Для Наилучшего Использования Своего Панциря Выросла До Новых Высот Вместе С Достигшим Четвёртой Ступени Навыком Терпимости Я Смог Отражать Поглощать Или Попросту Принимать Намного Больше Урона Чем Мог Иначе И Пусть Я Не Достиг Особо Многих Повышений Ступени В Своих Магических Навыках Уровни Растут В Хорошем Темпе Я Уже Могу Сказать Что Когда Некоторые Из Этих Навыков Доберутся До Пятой Ступени То Я Увижу Огромное Усовершенствование Своей Возможности Сотворения Заклинаний С Несколькими Потраченными Очками Навыков Все О Чем Я Действительно Сейчас Переживаю Это Завершение Своих Мутаций И Заполнение Своего Ядра Прежде Чем Я Буду Готов Эволюционировать Уже Предвкушаю Окатив Еще Нескольких Мелких Монстров Голубым Пламенем Я Продолжил Ждать Пока Мое Блуждание В Облаках Не Было Прервано Устало Выглядящий Слоен Привет Слоен Выглядишь Так Себе Смотри Не Попадись На Назначение Перед Тем Как Я Пойду Отдыхать Ого Значит Ли Это Что Я Больше Не Нужен Вам Здесь У Врат Есть Еще Работка Которую Необходимо Выполнить Она Кивнула Да Ну Нет Вроде Как Как Же Черт Побери Устала Я Дал Ей Секунду Собраться С мыслями Пока Утомленный Муравей Буквально Покачивался На Своих Ногах Ты Революционировал Дабы Помочь Нам Разбираться С монстрами Третьего Слоя Когда Они Придут Это Хорошая Идея Инвидия Является Примером Демона Третьего Слоя Будучи Могущественным Несмотря На Искусственное Развитие Если Рой Существ Его Уровня Поднимется По Туннелям То Ситуация Очень Быстро Усложнится Так Вы Хотите Чтобы Я Просто Рванул Со Своей Именно Тем Чего От Меня Хочет Совет Мы Уверены Более Того Мы Собираемся Начать Копить Для Тебя Здесь В Уле Биомассу Собирай Весь Возможный Опыт Как Можно Быстрее Как Только Ты Достигнешь 80 Уровня Возвращайся Домой И Мы Убедимся Что Все Готово Для Эволюции Как По Мне Звучит Неплохо Я Пошел Юху Ко Времени Как Она Закончила Говорить Я Уже Умчал Рванув Через Монстров Усеивающих Туннель И Обходя Улей Чтобы Забрать Своих Питомцев Так Долго Отбивая Свою Голову Олегион Я Почти Что Готов Найти Кого-то Своего Собственного Размера Для Столкновения Шестая Ступень Я Иду К Тебе Глава 695 Я Выследил Как Засасывание Меня Через Черную Дыру На Сот Слой Если Такой Вообще Существует Собравшись Бандой Мы Отправились В Более Глубокие Туннели И Быстро Стало Очевидно Что Ситуация Начала Нагреваться В Холодных Областях Второго Слоя Монстры Сражались Повсюду Теневые Звери Различных Состояния Эволюции И Всевозможные Другие Существа Заполняли Каждый Уголок И Укромное Местечко С Которыми Мы Могли Столкнуться Либо Сражаясь Либо Поглощая Биомассу Противника Над Которым Они Только Что Одержали Победу В Битве Когда Мы Проскочили Поближе К Пространству Количество Встречаемых Нами Монстров Стало Еще Больше Пока Не Появилась Толкучка Которую Нам Нужно Было Физически Растолкать Если Мы Хотели Продвинуться Дальше Мы Не Были Заинтересованы В Проходе В Пространство Я Знаю Какими Безумными Становятся Те места Во время Волны Все Чего Мы Хотели Это Опыта Который Мы Конечно Получали Между Нами Четырьмя Монстрами Пятой Ступени Инвидия Уже Шестой Ступени Но Да Ладно Мы Могли Сметать Сопротивление Меньше Сил Давал Мой Сборщик Примерно На полпути К нашему Пункту Назначения Мы Организовали Остановку Для Перерыва Я Прокопал Стену Туннеля И Закрыл Ее За Нами Чтобы Мы Могли Отдохнуть С Относительной Свободой От Тревог Волны Много Времени Прошло С Момента Как Мне Приходилось Делать Это Для Всех Нас И Стало Очевидно Насколько Больше Теперь Должна Быть Комната Когда Мы К этому Моменту Все Преодолели Эволюцию Принес Не Представляет Особой Проблемы Будучи Пузырем Способным Сжимать Себя И Очевидно Инвидия Хранит Большую Часть Его Массы Укрытой В Пространственном Кармане Но Яйти Не Стали Заметно Крупнее Ситуация Действительно Изменилась С момента Когда Он Был Маленьким И Разъезжал На Моей Спине Мне Также Пришлось Сделать Место Для Своих Двадцати Нянек Так Как Защити Анто Наста Что Они Пойдут С Нами Как Ж Раздражает Это Заставило Меня Задуматься С Приближающейся Эволюцией До Шестой Ступени Насколько Желим Большим Я Стану Большим Как Королева Возможно Ситуация Станет Странной Если Я Приобрету Подобные Габариты И Некоторые Из Туннелей Даже Не Будут Достаточно Большими Чтобы Вмещать Меня Буду Переживать Об Этому Когда Возникнет Нужда После Очень Необходимого И Запоздалого Периода Ступора Я Поднял Банду И Мы Снова Отправились В Путь Мне Нужен Опыт Что Означает Необходимость Находить Так Много Монстров Высокой Ступени Сколько Возможно И Я Могу Припомнить Одно Подобное Обнаруженное Нами Существо Которое Сумело Сбежать Из Моей Хватки Верно Я Той Долбанной Маме Паучихе Мне Не Хотелось В Прошлый Расследовать За Ней В Ее Пещеру Смерти Но Теперь Я Уверен Что Мы Справимся Со Всем Что Она Могла Бросить В Нашу Сторону Близится Пора Полного Доминирования Над Восьминогими Долой Арахнидов Гвихихихих Благодаря Моей Карте Туннели Я Знаю Где Именно Расположен Тот Туннель И Мы Медленно Прошли Туда Будучи Вынужденными На Каждом Шагу Сражаться Вместо Того Чтобы Уходить Вглубь Пространства Мы Обходили По Краю Пока Не Определили Место Находящееся Как Я Думаю Ближе Всего К Гнезду Паучихи С Наружной Стороны Конечно Же Я Собираюсь Копать Можете Ли Вы Представить Битву Посреди Всей Этой Паутины Во Время Волны Нет Спасибо Как Только Я Получил Примерное Представление Я Использовал Своё Чувство Маны Имея Некоторую Помощь Ощутить Ману От Босса Паука Где-то Впереди Ну Хорошо Команда Настала Пора Воплотить План В Жизнь Вы Же Знаете Что Делать Да Хозяин Хорошо Будьте На Готове Я Погружаюсь Внутри Себя Все Мои Разумы Согласованно Работают Над Задачей Переноса Темной Фиолетовой Маны Что Располагается Рядом С Моим Ядром Все Отступили Назад По Туннелю На Безопасное Расстояние Пока Я Формировал Заклинание И пусть Я Не Думаю Что От Этого Есть Особый Толк Я Все Равно Маскировал Сжимаемую Мною Ману Паук Вероятно Поймет Что Мы Идем Но Если Все Пойдет По Плану То Он Не Сможет Сбежать Несколько Долгих Минут Я Изливаю Ману Пока Бомба Не Была Готова И Я Сам Не Был Готов Выстрелить Ею Ложись Стреляю Сказав Это Я Выпустил Медленно Вращающуюся Сферу Из Почти Черной Маны В То Мгновение Как Она Столкнулась С Концом Моего Узкого Туннеля Она Расширилась До Своего Полного Размера И О себе Дала Знать Ужасающая Тяга Камни Почва И Паутина Полетели В Постоянную Сингулярность Разрываясь И Кромсаясь На Куски Несмотря На Возможность Видеть Производимое Разрушение Нет Никаких Звуков Кроме Воющего Ветра Как Будто Бы Происходящее В Сфере Имеет Место Быть В Другой Вселенной Мы В Мрачном Молчании Дождались Окончания Заклинания Когда Оно Сверкнуло Другой Стороне Сквозь Уничтоженную Секцию Туннеля Заполненное Сплетенной Паутиной Гнездо По крайней Мере Прежде Заполненное После Бомбы Огромная Область Опустела Со Всей Паутиной Затянутой И Уничтоженной Заклинанием Инвидия Демон Не Ответил Но Сразу Выпустил Свою Магию Бум Бум Цепь Взрывов Сотрясла Туннель Впереди Обрушивая Стены Бум Бум Секции Стен Туннеля Обрушиваются С грохотом Роняя Путину Прикрепленную К ним И Создавая Беспорядок Там Где Всего Мгновения Назад Был Паучий Рай Все Верно Паучиха Все Что Ты Любишь Обратиться В пепел Это Твое Наказание За Грех Наличие Слишком Большого Количества Ног Спустя Минуту Обстрела Ее Гнезда От Ее Брюшко Заражая Воздух И Заставляя Микроволоски На Моих Антеннах Встать Дыбом В момент Когда Она Приблизилась Я Знал Что У Этого Монстра Есть Несколько Козырей В рукаве Давай Же Посмотрим Хватит Ли Их Чтобы Спасти Ее Жизнь Глава 696 За Получение Уровней По правде Говоря Организация Старейшим Формирователи Ядра Со Временем Оказалось Мастерским Ходом Вначале Было Много Тех Кто Осуждал Отправку Ресурсов В Касте Вместо Использования Для Взращивания Следующего Поколения Пусть И Лишь Вначале Но Все Же Такое Было Какими Бы Усердными И Талантливыми Небли Элли С Белой В те Первые Дни Им Не Хватало Уровней Навыков Умение Простой Силы Характеристик Необходимых Для Сложного Формирования Ядер Формирователи Ядра Ненасытно Поглощали Драгоценные Ядра Самый Важный Ресурс Для Колонии Так Как Он Был Необходим Для Усиления Эволюции И Их Никогда Не Было Достаточно Много Для Удовлетворения Потребностей Колонии Некоторые Утверждают Что Далеко Идущий Вред Нанесенный Как И Сейчас Бел Ло Ли Были Вынуждены Творить Чудеса С теми Крохами Что Им Давали Взращивая Их Касту Ни С чем Кроме Как Остатками И Мусором Со Временем Формирователи Ядра Заняли Видное Место Их Вклад Больше Не Отрицался Даже Самыми Яростными Критиками Способные Со Своими Питомцами Брать Риски Которые Не Могли Взять На Себя Муравьи Способные Адаптироваться К любым Окружению Или Условиям Смены Своих Подопечных Способные Самостоятельно Далеко Уходить Полагаясь На Своих Защитников В Их Безопасности Число Ядер Принесенные В колонию Через Миссии Сбора Ресурсов Вне Территории Было Ошеломительным Тем Числом О Котором Большинство Членов В колонии Не имели Абсолютно Никакого Понятия Одинокие Формирователи Ядер Самостоятельно Или В маленьких Командах Преодолевали Опасности Выходя За пределы Территории Колонии И усердно Сражаясь Чтобы Принести Назад Драгоценные Материалы Это Урок Долгосрочного Планирования Возможность Предвидеть Которого И мудрость Для его Принятия Имел Лишь Старейший Ни Один Его Шаг В раннем Формировании Колонии Не стал Тем Что Не принес Огромные Плоды Позднее Выдержка Из-за кастах Под авторством Истории Анты Паучиха Была Зла По-настоящему Зла Должен Признать Это Нормальная Реакция На вторжение В гнездо И неоднократные Взрывы Для тебя Все станет Только хуже Паучиха Я не уйду Пока не получу Этот чудесный Причудесный Опыт Гвихихих Согласно Хочешь Побить Кулаками Смертельно Ядовитого Паука Ты Идиот Принес Вытянула Свои Конечности Из теней Производя Расчетливые Удары В сторону Ног Паучихи Пока Инвидия Продолжает Подрывать Окружающие Скалы Обрушивая Паутину И ослабляя Преимущество Родной Территории У нашего Противника Я же Со своей Стороны Кусаюсь И стреляю Огнем Делая Все Возможное Чтобы Привлекать Внимание Этого Зверя Высокой Ступени Гневный Виск Паука Достигает Новых Высот И Если Бо Я мог Засунуть Антенны В свои Уши То Сделал Б Это Вместо Этого Я еще Усерднее Кусаюсь Гибельный Укус Мои мышцы Сократились С огромной Силой Отправив Черные Челюсти По воздуху Так Быстро Что Я больше Не мог Видеть Их Движение Несмотря На Ее Огромную Фигуру Паучиха Двигается С удивительной Грацией И умудряется Уклониться В сторону Едва Избежав Моего Укуса Прежде Чем Обнажить В мою Сторону Свои Клыки Атакуя Со Слепительной Скоростью Мои Антенны Уже Предупреждающе Прозвенели Для меня И мои Рефлексы Отреагировали Позволив Мне Отскочить Все Блеф Эта Паучиха Подлая И умная Я Не Могу Принимать Что-либо За чистую Монету Она Вероятно Хочет Чтобы Я Подумал Ох Какое Жалкое Оправдание Укуса Я Могу Без Проблем Пойти Вперед А Затем Когда Я Предстану Перед Ней Не Уклоняясь Как Идиот Себя Покажет Ее Настоящий Укус За Секунду Пронизавший Мое Сердце Я Слежу За Тобой Паучиха Может Я Слишком Много Думаю Об Этом Но Почему Мне Так Не Кажется Эта Паучиха Явно Способна Производить Могучий Яд И даже Ауру Смерти Я Отказываюсь Верить Что Ее Клыки Просто Для Красоты Оставаясь На Отрывая Иван Заясь В Броню Покрывающую Конечности Арахнида Тинни Выпускает В Паучиху Одну Волну Электрической Энергии За Другой Поджаривая Огромного Монстра Голубой Молнией Его Лицо С каждым Мгновением Становится Все Более И Более Недовольным Инвидия Как Обычно Продолжает Проявление Своего Магического Могущества Демонстрируя Безупречное Исполнение Пока С идеальной Точностью Контролирует Свою Ману Блин Должно Быть Приятно Быть Шестой Ступенью Не Могу Дождаться Долбаная Паучиха Отдай Мне Мой Опыт Битва Слегка Заходит В Тупик Пока Паучиха Продолжает Заманивать Искакать В то Время Как Мы Поддерживаем Свой Натиск Для Изматывания Этого Существа Здесь Четверо Против Одного Для Нас Нет Нужды Как Либо Тут Рисковать В итоге Тем Кто Нарушил Эту Ситуацию Стал Тинни С его Лопнувшим Терпением Когда Он Пошел Против Плана Решив Начать Махать Кулаками Я Мог Видеть Его Лицо В тот Момент Когда Он Сорвался Раздражение И гнев Копились В нем Пока Он Не Издал Глубокий Рев Прервав Молнией Прыгнув Вперед С голыми Кулаками Тупой Обезьян Как Много Раз Ты Будешь Пытаться Убить Себя Тинни Слишком Привык К Нахождению В самой Гуще Битвы После Получения Своих Доспехов Так Как Он Больше Не Был Стеклянной Пушкой Что Треснет После Малейшего Взрыва Это Не Означает Что Ты В Безопасности Придурок Как Я И Ожидал Паучиха Явно Скрывала Свою Силу В То Мгновение Как Тинни Оказался Достаточно Близко Чтобы Замахнуться Своим Кулаком Она Дернулась Вперед Все Ее Тело Внезапно Размылось И Стало Тяжело Различимым Будто Бы Оно Было Укутано Иллюзией Пока Ее Клыки Освещались Смертельно Холодным Светом Не Сияющая Борода Этот Маленький Глаз До Того Как Паучиха Смогла Сблизиться С этой Мышелицей Обезьяной Произошло Две Вещи Первое Между Ними Появился Многослойный Щит В который Врезался Монстр Значительно Замедлив Ее Атаку Пока Она Прорывалась А второе Как раз Под Паучихой Произошел Взрыв Подняв Ее Тело В воздух И лишив Возможность Ухватиться За Землю Это Шанс Даже Тинни Воспользовался Этой Возможностью Чтобы Произвести Разрушительный Апперкот Прямиком По Зловещим Клыком Арахнида Шокировав Монстра Это Была Прелюдия Конца Пока Я Рывком Несся Вперед С челюстями На Изготовку Хруст Гибельный Укус Угодил В цели Гигантская Паучиха Попросту Не могла Воспротивиться Его Что Устроили Я И Мои Питомцы На Своем Пути Было Достаточно Чтобы Довести Меня До 76 Уровня Мучительной Близости К цели Мне Очень Хотелось Уйти Назад И Поохотиться Ради Опыта Но Останки Большого Паука Были Прямо Перед Нами И Я Отказываюсь Позволять Биомассе Пропадать Впустую В конце Концов Это Монстр Шестой Ступени Мы Вчетвером Накинулись И За Короткий Промежуток Времени Все Имеющиеся Признаки Наличия Гигантского Арахнида Исчезли Испарились Без Следа Я Решил Что Могу Уделить Немного Времени Изучению Остальной Части Туннеля В котором Мы Сражались Есть Шанс Что Ужасное Существо Хранило Здесь Хорошие Вещи Возможно Спрятанные В шкафу Запасы Биомассы Или Ядра Которые Мы Могли Бы Заполучить Вместо Этого Я Нашел Нечто Малость Удручающее В конце Туннеля За плотным Слоем Защищающей Паутины Находились Яйца Было Ясно Что После Того Как Колония Прошла И опустошила Область Мама Паучиха Вознамерилась Восстановить Влияние Ее Семьи Над Пространством В котором Мы Их Обнаружили Пусть Это Не Приносит Мне Радости Я Не Могу Позволить Этим Паучкам Вылупиться И соперничать С колонией Так Что Я Призвал Инвиде Уничтожить Их Ладно Ладно Я Скинул Обязанность На Другого Мне Не Хотелось Ходить И Уничтожать Яйца Покончив С Этим Делом Я Удостоверился Что Кренис Захватило Ядро И Мы Вернулись Обратно К Обычным Туннелям Начав Расчистку Нашего Пути Вглубь Чем Дольше Продолжается Волна Тем Быстрее Будут Появляться Монстры И Они Уже Быстро Собираются Насколько Я Понял Поговорив С Гранином И Остальными Монотак И Не Вернулась К Норме После Первой Волны Что Крайне Необычно А что Еще Более Необычно Так Это Близость По Времени Между Волнами Если Верить Формирователям Это Может Указывать На Неприятное Стечение Событий Когда Мы Испытываем Серию Волн Каждая Дольше И Сильнее Предыдущей В таком Случае У колонии Остается Мало Выбора Кроме Того Чтобы Как Можно Быстрее Поднимать Уровни Если Мы Собираемся Выжить Мы Достаточно Хорошо Справляемся Со Вторым Слоем Но Что Насчет Монстров Из Третьего Или Из Четвертого Если Волна Будет Достаточно Сильной И Достаточно Долгой То Они Со Временем Придут Сюда На Самом Деле Они Прямо Сейчас Собираются Чтобы Добраться Сюда Прожигая Себе Дорогу Через Кучу Теневых Монстров С Щупальцами Я И Мои Следы Грязного Поедания Существом Того Что Осталось От Его Противников От Нюх Незамечательный Знак Завернув В Туннеле За Угол Мы Столкнулись Лицом К лицу С Виновником Который Довольно Неожиданно Поразил Меня Тем Что Не Был Теневым Существом Монстр Имел Четыре Гротескно Мускулистых Конечности Каждая Из Которых Заканчивается Твердым Концом Цветоплоти Это Тело Представляет Собой Раздутую Постоянно Извивающуюся Кучу Розового Чего-то Пока Голова Скорее Является Ртом Пока Мы Наблюдаем Монстр Закончил Своё Сражение С большой Теневой Многоножкой С невероятной Скоростью Прыгнув И приземлившись На все Четыре Конечности Одна Из Передних Конечностей Пронзила Членистоногая Насквозь Даже Не Ожидая Пока Существо Скончается Ужасный Монстр Издал Пронзительный Полный Ярости Крик И начал Вгрызаться В многоножку Этим Огромным Ртом Его Копьеподобные Конечности Вонзились Глубоко В пол Что Чёрт Побери Это За Штука Инвидия Есть Идея Что Это За Чертовщина Не Я Никогда Не Вер Его Прежде Нет Восспоминаний До Того Как Вы Восстановили Меня Хах Полагаю Я Особо Не Думал Как Инвидия Оказался В том Месте Где Я С Ним Сражался Наверное В этом Есть Смысл Он Был Захвачен Галгари На ранней Стадии Его Развития И Затем Был Выращен В соответствии С точными Ожиданиями Формирователей Если Моя Память Меня Не Подводит Демон Не Считается Полностью Зрелым Пока Не Достигнет Шестой Ступени Как Это Глазное Яблоко Так Эта Штука Не Больше Пятой Ступени Беререр Он Уже Больше Меня И Если Я Не Ошибаюсь Он Может Ударить Этими Заостренными Руками Прямиком Сквозь Меня Как Он Сделал Это С тем Теневым Существом Это Как Раз Именно То Оружие Попросту Не Сработает Если У Вас Достаточно Большой Меч То Вы Возможно И Сможете Пробить Себе Дорогу К Нескольких Сломанным Костям Или Порезу Но Говоря Обобщенно Используя Меч Против Доспехов Вы Колите Вы Пробиваетесь Через Защитный Слой Вкладывая Максимальное Количество Давления В Одну Самую Маленькую Точку Пронзая Как Иглой Ждался В Повторении Он С Нетерпением Вступил В Сражение Пока К Ренис Пробиралась Через Тени Не Желая Того Чтобы У Меня Украли Опыт Я Приказал Инведи Идти В Наступление Вместо Этого Сосредоточившись На Обязанностях Защиты И Исцеления Я Жи Со Своей Стороны Бросаюсь В Монстра Стрелами Гравитации В Надежде Замедлить Его Пока Постепенно Сокращаю Расстояние Одним Глазком Внимательно Приглядывая За каждой Из этих Четырех Конечностей Монстр Издал Этот Пронзительный Разъяренный Виск Когда Заметил Наше Вступление С ним В бой И Обернулся К нам Лицом Он Двигается На всех Четырех Конечностях И Каждый Раз Как Он Сменяет Своё Месторасположение Эти Ноги Извлекаются Половину Конечности В пол Прежде чем Находится Опора Но похоже Простое Наличие Мышц Решает Проблему И Он На удивление Быстро Перемещается Чтобы Встретить Нашу Атаку Четверо Против Одного Большой Ротик Тебе Ни на Что Надеяться Танец Тини Направляет Его Вперед Его Ноги Светятся Пока Руки Подняты Готовые Атаковать Как Только Он Оказался Поблизости Он Начал Всыпания Существу Сослепительно Быстрого Удара Левой Сильные Частые Удары Так Не Похоже На То К чему Я Привык У Гигантского Обезьяна Что Чуть Не Споткнулся Он Поднял Ступень Его Навыка Обезьянь Его Бокса Что Это За Ортодоксальный Стиль Бокса С учебника Вот Так Тини Овладеешь Левой Овладеешь Миром С каждым Возможности Я Вдарил По Зверю Еще Несколькими Стрелами Гравитации Пока Сокращаю Расстояние Резким Рывком Моя Фигура Размылась В Высокоскоростном Движении Когда Я Оказался Достаточно Близко Чтобы Задействовать Свой Гибельный Укус То Заметил Что Кринис Также Подоспела Лез Ее Темных Конечностей Вырвался Из Теней На Полу Чтобы Обернуться Вокруг Ног Демона И Начать Пилить Плотно Собранные Мышцы Будучи Атакованным Таким Образом Со Всех Сторон Бедный Демон Мало Чем Может Ответить Пока Мы Продолжаем Забирать Его Здоровье Этот Гротескный Рот Постоянно Скалится И Пытается Нас Укусить И Я Чуть Не Потерял Антенну Когда Челюсть Внезапно Протянулась На Получили Опыт Вы Достигли Уровня 77 Награда Одно Очко Навыка Осталось Три Уровня Детка Мы Проживали Биомассу И Я Быстренько Изучил Профиль Желая Узнать Больше О Демонах Лувени Саварита Демон Молодой Демон Алчности Вечно Голодный Постоянно Злой И Жаждущий Битвы Остерегайтесь Разрушительной Силы Затвердевших Копий Плоти Находящихся На Концах Его Конечностей Демон Алчности Да Как Противно Покончив С нашей Трапезой Мы Взяли Ядро И Продолжили Охоту Обнаружив Еще Несколько Демонов Алчности Бродящих По Туннелям И Сокрушая Все Что Видит Истребляя Всех Кого Мы Могли Найти В Течении Следующих Четырех Часов Я Наконец Достиг Своей С этой Достигнутой Вехой Я Взял Краткий Перерыв Для Празднования И давания Пять Антеннами Команде Прежде Чем Мы Начали Путешествие Обратно Кулью С Находящейся В самом Разгаре Волной Нам Пришлось В итоге Заново Расчищать Большинство Прежде Расчищенных Туннелей Пока Пустые Области Занимались Монстрами Что Порождались Где-то В других Местах Или Свежесозданные Монстры Снова Выпрыгивали Из стен Это Тяжело Представить Но Думаю Я На самом Деле Начал Забывать Насколько Утомительна Волна Чтобы Просто Пробраться Через Эти Абсолютно Обычные Туннели Требуется Одна Изматывающая Битва За Другой В тот Миг Как Мы Разбираемся С одним Монстром Из Бокового Туннеля С криком Появляется Другой Почти Как Будто Повысившийся Уровень Маны Сводит Монстров С ума Как И Доводит Темпы Порождения До Невероятных Значений Может Все Из-за Того У Монстров Нет Возможности Вырыть Своё Собственное Место И Осесть На Какой Территории От Чего Они Вынуждены Впадать В При Нашем Возвращении Стало Довольно Очевидно Насколько Занятой Была Колония Одни Врата Пережили Огромное Усовершенствование Пока Мы Приближались Были Четко Видны Укреплениями Как Следует Усеянные Муравьями Готовыми Защищать Вход Вулей Если Они Сумели Восстановить Кислотный Водоем То В сдерживании Монстров Не должно Быть Особых Проблем Хотя Если Сюда Для Разговора Молчание Ты мог бы Просто Говорить Вслух Я Предпочла Бы Не Показывать Себя Из Ни Откуда Донесся До Моих Антен Ее Запах Странно Пытаться Поддерживать Разговор С тем Кого Не Видишь Выходи Уже С ее Обычным Угрюмым Поведением Защити Анта Показывает Себя И Падает С Потолка Чтобы Оказаться В поле Видимости Что Я Могу Для Тебя Сделать Старейший Мне Бы Хотелось Напомнить Тебе Что Мы Должны Быть Тайной Защитой Ты Усложняешь Нам Работу Постоянно Раскрывая Факт Нашего Существования И У Меня Нет Никакой Реальной Необходимости Еще Больше Усложнять Ваши Жизни Но Вам Нужно Приспосабливаться И Иметь Больше Гибкости Чем Того От Вас Требовал Совет Вся Ваша Чушь Полетела В Форточку В То Мгновение Как Я Узнала Вашем Существовании Я Уставился Сверху На Гораздо Более Маленького Элитного Муравья Однако Она Выразила Свою Точку Зрения Развернув Голову И Смотря Мимо Меня По Прежнему Не Хочешь Бросать Эту Миссию Да Эх Ну Что Заморока Ладно Тогда Перехожу К Делам Я Собираюсь Потратить Следующие Несколько Дней Завершая Свою Эволюцию Это Потребует Как Минимум Дня А Может И Всю Неделю Во Иметь Еще Больше Охраны Попросту Глупо Ты Твои Девятнадцать Сестер Воспользуетесь Этим Временем Для Повышения Своих Сил Что В ужасе Отозвалась Она Ты Хочешь Чтобы Мы Бросили Миссию Полностью Ты Не Оставишь Никого Из Каждая Из Вас Довела Своё Ядро Эммутации До Максимума Приготовившись К Особым Эволюциям Каждая Из Вас Нужно Быть Пятой Ступени К Моменту Окончания Волны Если Хотите Быть Уверенными Что Готовы Защищать Меня То Любой Ваш Представитель Пятой Ступени Вернется К Но Эта Двадцатка Убьет Себя Если Не Поднимет Свои Силы И Они Не Будут Тратить Время На Набирание Уровня И Мутации Если Я Их Не Заставлю Даже Если Они Не Принимают Мою Логику Они Не Могут Отказать Прямому Приказу И Защити Анто В хорошем Смысле Прогнулась Под Моим Всенаправленным Взором Ваш Торрина И Корун Присутствуют Здесь Как И Флоренция С Викторией Особенно Я Удивлен Видеть Ухаживающую За Выводком Вдали От Молодняка С К 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 Моги Ухаживающие За Выводком к текущему моменту самая довольная каста. Они всегда веселые и жизнерадостные. Не поймите меня неправильно, они работают так же усердно, как и все остальные, но все они будто бы разделяют одну и ту же ауру спокойствия, что имеется у Флоренции и Терезанты. Ну это потрясающе. Я быстро переключился обратно на разговор со всеми. Так что вас сюда привело? Гранин сделал шаг вперед и оглянулся на Викторию. Муравей кивнул и в моем разуме раздался голос старого Голгари. Муравьи готовятся отвезти тебя прямиком к запасам биомассы, которые они собрали для тебя. Совет принял мой совет о выборе нескольких членов колонии для взращивания могучих бойцов высокой ступени для значительного укрепления ваших сил, и ты будешь первым на пути быстрого развития. Теперь, когда ты достиг 80 уровня, колония собирается обеспечить всеми необходимыми биомассой и ядрами. Мне хотелось присоединиться со своей троицей, чтобы мы могли давать советы и обсуждать твои варианты, пока ты ешь. Полагаю, в этом есть смысл. Видите, улей при моем уходе кипел от активности и сейчас он абсолютно такой же. Пока мы проходим по туннелям, муравьи повсюду занимаются бог знает сколькими различными поручениями. В каждой комнате и в равных промежутках по туннелям стоят на страже солдаты и разведчики, готовые прыгнуть на каждого монстра, что появится в упакованных моностенах. Даже автоматические настенные сообщения на месте. К нам пришла волна. Получил я от ближайшей точки, захваченный врасплох. Работайте усердно для обеспечения будущего колонии. Регулярно впадайте в ступор. Приятно видеть, что последнюю часть не забросили. Моим сестрам необходимо отдыхать. Со временем мы прибыли в самую маленькую комнату и я сразу же заметил в ней две вещи. Первое, это гигантская куча биомассы, которая вмиг заставила тени истечь слюной. Второе, это абсолютное отсутствие венманы на стенах. Вы, ребята, на самом деле додумались, как это сделать. Я шокированный в восторге. Маги разобрались во всем и внутренние области Улья были преобразованы. Это место находится в близости от комнат. Выводка и было заготовлено для твоей эволюции. Это не требовало особых усилий по сравнению с работой, что уже было проделано. Ё-моё, они в самый последний момент справились с этим. Ну ладно, Энтони вторгся в разговор Гранин. Приступай к еде, нам о многом нужно поговорить. Три голгари присели и с комфортом устроились, пока несколько нетерпеливо наблюдали за мной, пока я колебался. С огромным мысленным вздохом, я подошел к биомассе и начал есть. Ладно, произнес я. С чего начнем? Глава 699. УКХ. Планирование. Это та еще огромная куча еды, она никак не вместится во мне. Мне немного хочется позвать своих питомцев, чтобы они тоже поучаствовали в этом, но мне неудобно, так как колония собирала все это для меня. Полагаю, придется заняться делом и, если что-то останется, когда закончу, то удостоверюсь, что остальные получили свою порцию. Ну ладно, банда. Отдыхайте, но не ослабляйте бдительность. Я удостоверюсь, что потом вы получите еду, хорошо. Да-а-а-а, отозвался инвидия, но я могу видеть, как его глаз горит зеленым светом, пока он поглядывает на мою еду. Да, хозяин ответила кренис, довольная от возможности снова прицепиться к моему панцирю и позволить себе принять форму пузыря. Хуррер тихо прорычал тени, слюна льется из его рта, пока он открыто скрипит своими зубами, будто бы уже ест. Отвратительно, тени. Просто пройди туда, хорошо? Мы не так давно съели кучу демонов в туннелях. Мутируй или еще чем займись. От моего упрека он наконец отвернулся от пирушки и побрел в угол. Пятью минутами спустя он уснул. Ну хорошо, Гранин. Что ты хочешь обсудить первым? Вздохнул я, пока начал накидываться на гору еды. Принцип сброса, конечно же. Это что еще за чертовщина? Обналичивание заговорила Торрина. Это будет одним из важнейших решений этой эволюции. Если не самый важным, хмыкнул Гранин. Это хорошая идея, обсудить твои варианты, так как вполне вероятно после эволюции ты получишь несколько сборок в доступных вариантах. Если ты имеешь ясное представление того, чего хочешь, то будет проще отбросить некоторые варианты и сосредоточиться на тех, которые предпочитаешь. Ну ладно, проворчал я. Так что будет лучшим выбором. Есть причина, почему я не должен сбросить все и получится абсолютно потрясное новое тело. Просто взять и заняться всем? Глаза Гранина расширились и, могу сказать, он хочет ударить ладонью по лбу, но держится чистой силой воли. Корун не преуспел настолько же и врезал себе по лицу от моей очевидной глупости. Что? В чем проблема? Ну вернутся мои мутации к нулю, но если я буду сидеть здесь в колонии и они будут набивать меня от пуза биомассой, то я за пару дней смогу все вернуть до приличного уровня. Я же буду гораздо сильнее, разве нет? Позвольте мне, сказала Торрина. В основном обращаясь к своей троице, и Гранин кивнул, прежде чем махнуть ей с одобрением. Энтони произнесла талантливая юная формировательница, есть несколько причин, почему тебе бы не хотелось этого делать, пусть ты и можешь так поступить, данный выбор у тебя будет. Первая причина в том, что чем дальше ты идешь по ступеням эволюции, тем более хорошие варианты сброса обнаруживаешь. Я не сомневаюсь, что когда ты будешь эволюционировать в этот раз, будет много вариантов, доступных лишь монстрам второго и, вероятно, несколько от третьего слоя. Во время твоей следующей эволюции ты увидишь несколько выборов, которые обычно можно увидеть на четвертом слое. Постоянный сброс твоих частей тела крайне неэффективен, и чем больше ты эволюционируешь, тем хуже он становится. Для шестой ступени это будет стоить тебе 140 биомассы для доведения каждой части тела от плюс 25 до плюс 30, но если ты начнешь развивать все свое тело с нуля, то это будет стоить 455 очков на одну часть тела. Я вздрогнул. Ауч, это жуть, как много биомассы. 455 для каждой мутируемой части тела. Это безумие. Мне придется съесть половину слоя, чтобы накопить столько. И на шестой ступени для этого мне придется быть на третьем слое. Хотя колония могла бы перенаправлять в меня ресурсы, стоит только лишь подумать о таком большом количестве отправляемой биомассы, чтобы улучшать мои мутации, когда она вместо этого могла бы быть потраченной на детенышей или других членов колонии. Представим, что ты так и поступил, продолжила она и накопил тысячи биомассы, необходимые для эволюции на седьмую ступень со всеми мутациями плюс 30, как ты тогда поступишь. Снова все обналичишь, потому что на седьмой ступени будут более хорошие доступные варианты, как и на восьмой ступени, и так далее. Более хорошая, более эффективная стратегия, это создать цикл для критично важных частей тела и сбрасывать их каждые несколько эволюций, если ты зайдешь так далеко. Учитывай все, думай о самых важных частях твоего тела и раздели их на три группы. Сейчас обналичь один набор, один при следующей эволюции и еще один набор при эволюции через одну. Затем повтори процесс. По крайней мере это один из способов подхода к вопросу. Я продолжаю есть, пока обдумываю сказанное ею. Огромная стоимость сброса всего моего тела в очках биомассы по своей сути заставила меня быть гораздо менее заинтересованным в данной идее. Как бы, я мог бы это сделать, но при попытке получить для себя так много еды я вероятно и при достижении 160 уровня еще буду продолжать стараться добывать эти очки. Ты говорила, что есть другие причины? Спросил я. Другая основная причина является тем, что мы бы описали как дисморфия монстров. То есть не все части тела хорошо перекликаются друг с другом. Это чертовски запутанно и в основном связано с высокой концентрацией маны, необходимой для подпитывания этих более сложных структур. Вторгся в разговор Гранин, почесывая свою голову. На первом слое тела монстра более или менее простой и способ использования маны для их формирования нехитрый и несложный. Когда ты доходишь до третьего слоя и ниже, ситуация начинает становиться странной. Странный? Спросил я. Странный кивнул он, не уходя далеко в детали, потому что, думаю, тебе это будет жуть как скучно. Сложные структуры маны не всегда хорошо перекликаются друг с другом. В крайних случаях монстр с двумя неподходящими друг другу частями тела буквально разрывает пересечением маны. Ё-моё, вот почему будет хорошей идеей не спешить и быть немного осторожнее. Мы втроём можем дать тебе совет о том, какие комбинации, как нам известно, не работают, однако сама система эволюции будет подтверждать безопасность сброса, но лишь для имеющихся частей твоего тела. То есть, ты имеешь в виду, что система будет проверять, будут ли сбрасываемые части работать с моим текущим телом, но не с теми другими частями, что я буду сбрасывать. Что за халтура? Гранин просто рассмеялся. Если ты можешь общаться с самой системой, то можешь ей об этом и пожаловаться, а иначе будет лучше подумать о том, какие части своего тела ты хочешь обналичить в этой эволюции. Продолжай есть и давай разберёмся с этим. Глава 700. Последние мутации, часть 1. Пока я продолжаю набивать себе щёки, Гранин и я обсуждаем различные части моего тела и какие из них могут быть хорошим выбором для сброса при моей следующей эволюции. Я продолжаю быть немного скрытным касательно нескольких вещей, таких, как существование сборщика, но стараюсь быть как можно честнее во время нашего обсуждения. С несколькими вещами мы довольно быстро разобрались. Например, к данному моменту нет нужды делать что-либо для железы феромонов. Я даже не уверен, какого рода возможности я мог бы получить для своей железы феромонов. Демонические феромоны? Феромоны, сделанные из пламени? Хех. Таким образом мы исключаем кандидатов и довольно скоро приходим к краткому списку. Панцирь, конечно же, мандибулы, кислотное железо, ноги, регенитативное железо, глаза. Всё это очень важно. Было бы потрясающе заняться своим мозгом, но он к этому моменту даже не мутируемый, так что и сбросить его нельзя. Панцирь в списке по очевиднейшим причинам. Мне был обещан сброс в чистый алмаз, и во имя Гэндальфа, я собираюсь его получить. Если появится вариант перековать мои мандибулы в какой-нибудь потрясающий демонический хитин или нечто подобное, то это наверняка станет значительным увеличением силы моего укуса, что всегда полезно. Мои ноги являются очевидным слабым местом, и пусть алмазный панцирь предлагает им немного слабой защиты, смена базовых свойств в нечто более выносливое поможет мне как можно реже оказываться безногим. Регенитативное железо спасает жизнь, буквально, и значительное усовершенствование сделает всё только лучше. Моё зрение говорит само за себя. Более хорошие глаза означают более хорошую жизнь. Способность видеть приближающиеся вещи является полезной чертой, и, кто знает, какого рода безумные варианты я смогу увидеть после сброса. Лично у меня есть ощущение, что имеется большой шанс появления сборщика в вариантах сброса при эволюции, учитывая, что мой текущий вид включает в себя термин «юный». логично предположить, что